Ой, стоп, еще локальная запись на всех случаев Для тех, кто в записи смотрит, это седьмая часть Pillars of Eternity Знакомимся с игрой все еще, уже как, не знаю, 50 часов как знакомимся Нет, 40 скорее Уровень сложности максимальный, но все-таки с возможностью сейва Потому что первое прохождение все дела остановились В прошлый раз на выполнение заказа, первого заказа Который в сторожке выдали в нашем родовом имении Который, кстати, не факт, что наше Потому что досталось оно нам не по родству, а по статусу, так скажем Мы эти похоронители, все дела Но выяснилось, что какой-то упырь имеет виды на... Как она называется-то? На Каеднуа нашу И это тоже отдельный квест, который, ну, как бы предстоит выполнить Команда у нас из шести... из пяти бравых человек плюс... плюс Певчева Кану надо заменять по возможности Но в прошлой части мы получили замечательного разбойника ДПСРС Сагани Вместе с ней бесплатно прилагался и белый лис И белый лис Что, тявкает, что ли? Странно, как-то лис себя ведет Лисы действительно тявкают, но не таким голосом обычно Так, ты, кстати, в бестиарии видел, что у мобов написано статы и обилки Конечно, конечно, видел, но не обращал внимания Делаем... делаем привал Вы просыпаетесь и видите стойка, который держит посох обеими руками перед собой На верхнем конце посоха колеблется пламя, отбрасывающее длинные тени на его задумчивое лицо Стойка, кстати, топич Несмотря на весь свет от огня, ваши глаза не могут на нем сконцентрироваться Возможно, это из-за того, что вы только что проснулись Или из-за какого-то обмана зрения Но он кажется затуманенным, размытым по краям, кроме посоха Посох, похоже... А, посох Похоже, стойка изучает гравировку На ваших глазах гравировка загорается узкими линиями красного цвета Будто через трещины пробивается свет горящих углей Линии текут как расплавленный металл Горя по краям посоха, а потом разветвляются в запутанную сеть огненных вен Собравшуюся в толстые пучки там, где его руки держатся за дерево И пульсирующую будто в такт сердцу Вы видите, как вены закручиваются в дюжину отдельных кругов Кругов, которые крутятся по спирали, пока не попадают в другой круг Круг в круге Они пульсируют, ожидая И вдруг становится необыкновенно тихо И затем внезапно из огня вырывается сильный свет Поток воздуха, яркая вспышка И вы снова просыпаетесь и видите стойку на том же самом месте Все еще держащего свой посох Но теперь он настоящий и виден отчетливо Похоже, он вас не заметил Или не отреагировал на то, что произошло Испытание стойка Задание обновлено Вот так вот и поспать нельзя Сразу тебя задание обновляет Испытание стойка Обсудить видение У меня был сон Что мои глаза не могли сфокусироваться на нем Из-за его посоха исходил ослепляющий свет Давайте поговорим ЛП Кевин активировал прямо на кону Мне почувствовалось, что ты смотришь на меня А теперь и снова услышал Ты должен уйти, ничего себе У меня есть к тебе вопросы Если тебя одолевают сомнения и любопытства То ты сдираешь костяшки не от ту дверь Я видел что-то странное Ты сидел у костра Из твоего посоха исходил сильный свет Расскажи мне, что ты видел Была вспышка, будто от взрыва Поток воздуха, очень яркий свет Ты видел молот Бога Стойк жадно впитывает каждое слово Он некоторое время молчит С каким-то странным выражением лица У него постоянно странные выражения лица Чисто такое шизофреническое Вот если разделить на портрет, посмотреть Можно увидеть, что, например, левый глаз И левая бровь у него Больше открыты Шизофреник Низким шепотом Получили 1152 единицы экспы Это оружие народа Дирвуда Символ их независимости Оно спасло Дирвуд Что ты о нем знаешь? Он положил конец войне святого Сбил Бога с насеста Мало кто отрицает, что Эотас перешел границ Молод Бога напомнил ему об этом Ты верил свет потому, что я помог его создать И дать ему жизнь И выпустить в этот мир Однажды увиденное его великолепие Настолько яркое, что в него сложно поверить И слишком яркое, чтобы его забыть Псию говорит Это не странное выражение лица Просто, как сказал один из посетителей Он понял, что до конца будет находиться под твоим руководством Да, такое изумленное немножко Нас было 12, стойки кивай Мы изготовили оружие Составили его схему Молились о помощи в Эшфале И там у меня появилась эта мысль Каждый из нас взял по посоху Сделанному из окружающего нас леса черных деревьев Свет от их углей и огня был значительно сильнее Чем у этой ветки, которую ты видишь сейчас То есть он был одним из 12 людей, которые, да, свергли Угу Казалось, что посох палит самой Магран Который направлял Который направлял Мою руку И 11 моих соратников Мы были тенями тех 12, которые встали на мосту, чтобы остановить Атаса Все сложно, пацаны Тени 12 Даже в этом противостоянии в нем был ритуал У 12, стоявших на мосту, была дюжина теней Дюжина последователей Магран Ее самых ярких сторонников 12 создателей Создатели молота бога Стойко пускают посох перед собой Пламя на верхушке изгибается на мгновение Слегка вспыхивает И разделяется на огненные кольца Одно за другим, пока их не становится дюжиной Пока 12 удерживали Атаса на месте 12 нас вознесли свои молитвы И дали молоту бога нанести удар Затем пламя распускается ярким цветком И снова уменьшается до размеров свечи После этого окружающие тени кажутся более четкими Будто у них есть острые края И вы мигаете, чтобы восстановить зрение Стоик все еще пристально смотрит на крошечное пламя Подобное огоньку свечи Может быть тени, отбрасываемые пламенем молота бога И мы разделили их судьбы в свое время Теперь на хребте Дирвуда есть отпечаток молота бога След Магран До свидания Надо было, конечно, все диалоги Вдруг еще экспы бы дали, но нет Моя задача сейчас Эй, а почему не работает Почему не работает кнопка мыши средняя Я мышку поменял И, короче, придется, наверное, клави это делать Так, сейчас аккуратно Потому что враги находятся где-то здесь Возможно, возможно, возможно Обойти сверху их Привет, Бостон Привет тем, кто недавно приджойнился к нам С кем я персонально не поздоровался Вот они Разбойник-монах Разбойник-авантюрист Оп Ну что, работаем Священник А вот тот человек, которого надо убить Слай Кирдл Рейнджер Захватываем Начинаем потихонечку мочить козлов С увлекательного фаербола Я, пожалуй, начну Вообще, паучков бы вызвать здесь Во-во-во-во-во-во-во-во-во Так, стойк, молодец Уже скастовал Увеличиваем все защиты Тут фаербол летит Этих мы вызвали Можно взять Огненные раны Или как они там называются Опять я Не помню Горящие раны Горящие Конечно же, горящий. Ну, Михаил, ну. Монаха, прокидываемый этого фаербол. Влетает неплохо. Волшебник. Надо, наверное, здесь стрелять по волшебникам. Но я не достаю немножко. Чутка, блин. Ну, хотя я могу подойти. Священник или волшебник. Ранение легкое. Давай все-таки так. Бобер захватил одного. Варвара захватываем вторым. Тут заряжаем еще один фаербол. Там кастуют. А слай уже в самой куче. В гуще событий. Второй фаербол залетает. Ну и давай контрольный. Контрольный фаербол там уже. При смерти один упырь. Эта группа, кстати, значительно проще, чем предыдущая. Так, этот умер уже, да? Давай тогда разбойника отстрелим. Бобер, к сожалению, не попадает. Как должен был. О, авантюристу, наверное, надо отстреливать. Да, только он наш. Этот умер, волшебник. Как-то быстро они все дохнут. Поразительно. Просто поразительно. Так, давай скастуем что-нибудь тоже положительное. Ранение, ранение, бессознание, легкое ранение у главного. Пэт ничего не делает. Ну почему? Вон он атакует, на нем нарисовано даже, что он атакует. Вот, танк ничего не делает. Это проблема. Как так получилось, я не знаю. Хорошо, тут еще уешечка залетела превосходным образом. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Нет. Тоже нет. Давай лучше так. Сбили с ног. О, кстати, можно сейчас бобром по... Еее, попал. Попал бобром, сразу 40 сосредоточенности. Это просто великолепно. Можно... Можно уже, например, с лая пытаться, учитывая его волю 69, парализовывать и отстреливать. Причем я перенацеливаю и рейнджера на него. Здесь можно, конечно, сделать еще... Вот так вот. Замедление плюс урон. Падает еще один упырь. Скастовал там маг-столб или как он там называется. Священник, скорее, скастовал. Да, разбойник-священник, который при смерти, кстати. Можно его... Нет, давай лучше, наверное, просто огоньком. Тут хорошо, попадем по-своему. Попадем, правда, но это не так важно. А что, парализация не сработала, да? А хотелось. Так, можно, во-первых, сделать паралич. А можно взорвать трупы. Наверное, все-таки трупы, учитывая большое количество... Да, вот это более правильная тема. Блин, на него не действует паралич. На него не действует паралич. Восстанавливаем выносливость. Второе дыхание бобром делаем. Давай ужас кастуем. Нет, давай лучше... Все-таки выносливость еще восстанавливаем. Таким вот образом. И после этого только ужас. Ранение. При смерти, при смерти, при смерти. Но вот эти вот упыри, кстати, можно отстрелить... Вот так вот сделать. Да он по-по-половине хп снимает. Ай, падает бобр. Не, не падает. Почему? А, у него же это самое... Господи, у него же обилка, что он 3 секунды еще... Да, но как я могу его спасти? Может быть, все-таки выведением попробуем это сделать? Не, не работает. Как я могу? Как я могу? Может, успеем? Не успеем. Не успеем. Выведение на бобр... Ну, ну, упадет просто и все. Что ж тут поделать? Бывает. Единственное, что у меня тут и маг может упасть. Да, падает. И маг падает. Да хватит. Еще разок трупы взрываем. Падает один, падает второй. Остается только босс, при смерти которой... И это изейшее. Давай, второе дыхание. Вообще, можно что-нибудь все-таки такое. Точечное, например, огнем протачим. Можно раны на него опять скастануть. Пусть бонусный урон будет. Бутылки юзать не буду. Я рассчитываю на стойку. 29. Неплохо, но... Этого не хватило пока. И еще разок. Господи, как же он лупит-то, а? Разбойник добил. Хорошо, заказ выполнили. Считайте, с первого трая все отлично. Сейчас полутаем. И все. Опа. Колокол Дрейка. Уникальное двуручное оружие. У меня с двуручами ничего нет. Что у него? Игнорируемый вычет урона. Пятерка. Вычет урона огненный. Точность. Урон... Урон против животных по точности. Неплохо. Но опять же, это двуруч. Двуруч, у меня двуручей нет. Увы. Это все хорошего качества на тему. Эй. Эй. Все, берем. Награда за голову. Там, видимо, и голова валялась. Гримуар есть. Гримуар с чем? Опа. С заклинаниями пятого уровня. У меня даже четвертого нет, понимаете? Так, гримуарчик-то интересный. Сотрясающие стрелы минолеты, во-первых. Дробящий. Пять стрел. Путаница. Дезориентация на 11 секунд. Затуманивает разум врагов в области, бредом дезориентируя их. Морозный взрыв. 53,85. Волна льда. Ледяной урон всем в конической области. И ужас. АОЕ на полминуты. Да ладно, я могу использовать... Я без левела могу использовать заклинания вне, вряд ли. Мне кажется, не позволяют просто изучать эти сплы. Кажется. Ну, это было бы халява, на самом деле, если бы... Если бы я мог взять и выучить два заклинания пятого лейвола сейчас прям. Да, ты можешь записать гримуар на будущее. Да, это понятно просто, да. В общем, сваливаем мы. Два ивента, кстати, в замке есть. Вознаграждение. 15% опыт. Водолазный шлем. Стоп. Это типа получить вознаграждение, да? Хотя тут похоже на квест. У восточного побережья Ред-Сераса дерзкие пираты потопили торговый корабль. Причем затонул, пираты успели забрать с него разные ценные грузы. Назначить можно спутника типа... А-а-а, понятно. То есть на эту миссию можно будет... Можно было бы назначить кого-то, если у меня кто-то был. Надо персонажа отправить, это понятно. Ясно. Ну, стройка и вроде идет. Вроде бы идет. Шла, по крайней мере. Но нет. Делаем двор. И возвращаясь в Кайднуа, как раз для того, чтобы сдать квест. Найми в таверну наемника, отправь в Кайднуа. Купил бы, да. Может быть. Надо познакомиться с... С этим... Я ни разу просто наемников не... Не преупредит. Видимо, надо это делать в таверне вообще. Есть вариант для таких ивентов нанять пару наемников в таверне и ждать, пока кого-то найдешь. Понятно. У меня вот мышка немножко расстраивает тем, что я не могу среднюю кнопку почему-то юзать. Проверить. Может заменить на старую. Во! Слай Кирдл мертв. Я, пожалуй, пойду еще три остальных задания выполню. Потому что тут сразу два косаря. Четыре тысячи экспы. Это как бы два квеста выполнить. Там достаточно продолжительных на текущем уровне. Это какая-то халява. До свидания. Так, и что они там еще дали мне? Мне надо скинуть... Кажется, ничего мне не дали, кроме денег и прочего. Надо, короче, продать вот все это лабуду. Тут я, пожалуй, пережду. И пойду в следующий заказ выполнять. Только сейчас мышку заменю. Прошу прощения. Потому что мышка, которую подключил, на ней не работает средняя кнопка мыши. Чего там хазбанд? Вот. А я среднюю кнопку использую для того, чтобы вот так вот тащить. Потом будешь жаловаться на перекач, лучше идти по главному квесту, ты его и так перерос. Ну, как? Во-первых, я не знаю, где главный квест. Я не хочу этого знать. Во-вторых, тут свобода действий, между прочим. И если есть возможность... Короче, я хочу заказы повыполнять. Ну, вот и все. Точнее, с наемников класс не вечно. Да, да он уже скоро закончится, на самом деле. Так. Там осталось там 20 часов всего лишь. Так, еще и чувствительность мышки повыше. Надеюсь, это можно в игре сделать. Так, играм... По... Управлению. Нет. Так, сдаем. Что есть на продажу? За косарь мне еще уникальный двурочный продавать. Да, не хочется, но что ж поделать. Что ж поделать? Ловушки тоже я... Они довольно дорогие, с одной стороны, с другой. Особо мне... Кота продать может. И привал нужно взять. Обязательно. А его, кстати, нет здесь. Так, откроем. Здесь ничего. Рапира хорошего качества. Хорошее... Хорошее, хорошее, хорошее качество. Гримуары... Гримуары пока продавать не буду. Доспехи тоже уходят. Денег до неприличия много уже. 9600. Это замечательно. Окей. И... Вроде еще успеваешь за наемниками сходить. Но мне за наемниками нужно в таверну. А в таверну ближайшая, скорее всего, находится... Хороший, кстати, вопрос, где она находится. Либо в Каперлейне, либо в Позолоченную долину чапать. Но, скорее всего, я не успею. Что, что, что? Свинью продаешь. Она же начала нам тащила какую-то из синьё. Это маленького пэта. Со мной... У меня есть черный кот. У меня есть этот... Маленький Дрейк. Один день. Понятно. 22 часа. Нет, не успеваю я все равно. Так, давайте, во-первых, посмотрим, что у нас по журналу. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Вон, награда за голову. Огр-шаман терроризирует население в районе Эльм-Шора. Эльм-Шор. Эльм-Шор. Я слов-то таких не знаю. Видимо, не дошел. Может быть, здесь где-то. Хорошо. Значит, Огр пока пусть живет. Награда за голову вождь и клак. О, Вейлвуд. Вот Вейлвуд разбил лагерь. Угу. Получу награду, принесу его голову. Вейлвуд. Вейлвуд. Слово-то знакомое. Вейлвуд. Вон, как далеко. Я понял. Базовая локация. Поехали. Пока идет время. И деньги, кстати, есть. Я могу спокойно заниматься строительством. Единственное, что да, надо будет взять персонаж, охотник за душами. Подвергся нападению бандитов и был вынужден бежать. Возможно, стоит. Строительство завершено. Возможно, стоит. Южный заслон. От вторжений с юга защита, в общем-то, зайдет неплохо. Раз уж нас тут начинают уже терроризировать. Это вообще базовая лока. Здесь либо... Я не знаю, где прячется этот разбойник. Пробегу, посмотрю. Он будет сразу нападать. Здесь вход в логово медведя. Дрейк? Ничего себе. Просто взяли и встретили Дрейка. Один. Кажись, там еще сейчас фаерболы влетят, блин. Капец. Знаете, здесь в прошлый раз стоял маленький ксауриб. Вон, кстати, стоит ксаурибчик. Вот, и самым крутым персонажем был медведь, который убивался на третьем левеле. А сейчас это место облюбовал Дрейк и его два молодых собрата. И... И это реально проблема. Потому что, ну... Капец. Там еще справа ксаурибов. Тьма тьмущая. Не, это какой-то провал, на самом деле. То есть, даже один большой Дрейк меня тут будет унижать. Будет, будет. Параличный. Действует. О-о-о. А вот, вождь и клак. А вот и квестовый. Красавчик, блин. Трындец. Просто трындец. Это из-за того, что я их деревеньку в прошлый раз вырезал, наверное, да? Они так... На меня взъелись. Возможно, надо было пытаться сразу... Блин, еще хрен попадешь. Так. А че не вызываем-то, друг? А, вызываем, только медали. Бобер промахивается. Там еще пошли заклинания. Деревянная кожа, кстати. Это положительный, кастомый. Да ведь, деревянная кожа. И это круг защиты. О, попал, бобер. Можно попробовать... А, у Дрейка с волей проблемы. Давайте-ка мы попробуем Дрейка взять, покукловодить. Кукловод новый, новая способность. А здесь делаю хейст. Для того, чтобы Макс с блайтами, с малыми нормально работал. Так, а ты что? Воин, воин. Дальник бы подстреливать. Верховного жреца, например. Или даже вождя. Ладно, давай так и так. Глядишь, подойдем, сможем. Очень тяжело. Да, я как будто лег. Возьмем. Так. Тут. Вступает ближний бой с противником. Жуков вызвали. Это хорошо. С другой стороны, надо навешивать, наверное, опять вот эти вот раны. Нет, нет, надо попробовать захватить кого-нибудь. Ксаурип воин. Ксаурип вот этого Ксаурипа. Ксаурип. Я надеюсь, что Бобер справится. По кукловодит. Ёпресс-эте. Еее! Захватили Дрейка. Хотя на 12 секунд всего лишь, но это уже неплохо. Так, этот упырь при смерти надо по жрецу мочить. Здесь пока вроде бы... А где хейст-то? Я же тебя просил хейст езнуть. Все. И давай, навешивай, навешивай. Что я еще могу? Я хочу... 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 Вот так вот запилить, потому что это... Урон... Плюс хил. А что по семерке-то мы так слабо бьем? Где Блайт и Вась? Я не понял, а я же Блайт и кастовал. В статусах Блайтов нет. И заклинание по... Может я перебил его? Ладно, хорошо, работаем. Тут вроде отстреливается неплохо. Тут пробуем захватить еще контроль одного воина. Вроде получилось. Нет, это и тумак пока что. Все, теперь есть. Да? Нет, все еще в процессе. Кастуем. Так, стойк, стойк, стойк. Продолжай. Продолжай свою замечательную... Или... Или давай лучше Блесс сделаем замечательный. Вот так. Доминирование скоро закончится, а я никак попасть не смогу. Поберу еще разок, промахивается. Ну, бас. Тут Верховный Жрец рядышком. Кстати, он подошел очень-очень нагло. Его бы, конечно... Отстрелить. Вот, теперь малые Блайты есть. 80 там, 2 секунды. Но почему-то в прошлый раз они нифига не подействовали. И это прям... Прям плохо. Я ни черта не понимаю. Там молодой Дрейк. Там нормальный Дрейк. Кто-то что-то постоянно делает. А я не определяюсь. Давай-ка этому мы попробуем сбить. Сокращение урона входящего. Сокращение урона входящего. Дай его отпустить через 2 секунды. Этого Дрейка. Можем трупы взорвать. А можем чуть-чуть подождать. Я не знаю, что там по трупам, кто действительно умирал. И вроде как рановато мочить трупы. Бобер попал, молодец, по верховному жрецу. 26 получил. Дрейк, кстати, вернулся опять в... Ну, я его пробую снова захватить. Можно паралич кинуть. Для паралича тут прям все очень хорошо заходит. Прям очень. Да, захватили Дрейка. Паралич есть? Вижу. Стреляем по парализованным. О, да тут много. Может, Дрейка отстрелим? Давай так. Давай, наверное, ем. Хочется и того добить, и того добить. Парализован на 10 секунд вообще. Да, давай шамана все-таки отстреливать. Не-не-не, давай сначала Дрейка все-таки. Так, тут что? Тяжелая рамена, хорошо. Там Аллот навешивает хорошо с блайтами и под хистой. Ты же под хистой все еще? Да, 20. Пагубное ускорение. Он должен такой дамаг выдавать. Да, там и сплэшем, и скорость атаки клевая. Это он правильно делает. Паралич на одну секунду. Не уверен, что я успею. Да, Бобром нужно поэтому же стрелять. Тут так-так. Вроде справляемся. По хп пока все еще... Все, все пока ровно, хорошо. Ой, там такой сплэш. Вот это, скорее всего, от Аллота вылетает, да? Да, Аллот. Взрыв. Два промаха, 7 легких попаданий. Но 7 легких попаданий по... Ну, фиговые, кстати, попадания. 5, 5, 5, 6, 1, 1. Ладно. Много шума, но толку не так... Не так много. Шаман случайно не хилит? Да, скорее всего, хилит. Но я шаманов стараюсь отстреливать. По мере возможностей. Вон, один при смерти наверху. Этот гад. От сплэша будет умирать. Ксаурибчик побьем так. Давай этого добьем. Долгая зарядка. Дрейк снова пришел в себя. Я бы его добил. Стойком надо еще что-нибудь полезное сделать. Опять, наверное... А, это стойк, наверное, урон наносил. Ауеш, не такой хороший. Да, 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 это он был. Подходит вождь и Клак. За которого, собственно, и положена награда. При смерти... Дрейка, к сожалению... Мы не захватили. Промахиваюсь я по противнику. И стойкости уже маловато. Здесь можно сделать вот так, наверное. Потому что чистый урон. Но тут при смерти один. Добить бы его. Один шаман падает. Так, а что делать стойк? Стойку, может, попадает. Под это самое. Давай еще разок. Сделаем эту ауешечку. Она хорошо залетает. И еще разок. Пожалуй. Попасть вероятность не такая высокая. Не вижу, не вижу, не вижу. Этот при смерти. Хорошо. Этот здоровый, ну потому что он... Да, этот тоже при смерти. Двух гадов нужно постараться как можно быстрее отстрелить. Наверное, вот так зарядим. До бобра добрались. Добрались до бобра и вы видите, что происходит. Так, давай вот так. Бобра очень жалко, кстати. И сейчас он гуфнится. Тут... Блин, да тут вообще как-то не очень все хорошо. Восновление выносливости надо пилить на этих троих наших пацанов. Так, бобер второе дыхание юз... Не, не юзает. Это ему тут кто-то успел помочь. Ранение, ранение, ранение при смерти. При смерти. То есть и этого надо добить вроде как, и тех надо добить. Наверное, вот так вот надо сделать. Это выносливость. Сбивают с ног танка нашего. Так, так, так. А это уже плохо. А это уже плохо. Потому что босс все еще жив. Вот этот вот тупырь. Дрейк один, ладно, сейчас умрет. Но вот большой здоров. Есть еще пара милишников. Короче, жреца надо добить. Короче, нужно добить вот этих вот двоих для начала. При смерти, при смерти. Это первое, что нужно сделать. Тут второе дыхание. Попробуем... Мисселями зарубить с Дрейка этого. Попробуем... Тут тоже второе дыхание. Трупы надо взрывать следующим ходом будет. Да сколько жить-то можно, ребята, ну? Так, мисселя сейчас понятят. Дрейк все еще живой. Скотина. Ну как так можно? Там урон, ну, никакой. Давайте все-таки тогда я попробую его ледяным уроном снова. Стойк, нужна выносливость. Выносливость хотя бы так. Потому что тебя сейчас уже начинают мочить. Давай вот так. Что можешь сделать, бобер? Ужас. Опа! Тут сбивают алло там. Можно взрывать трупы. Надеюсь, что там хватит этого урона. Так, минус один сразу. Ну, только минус один. Только минус один, блин. Там дальше трупы не взорвались. А, нет. Есть, взорвались. Взорвались и дальше трупы. Хорошо. Но Дрейк все еще скотина живая. Это тоже раненый, но живой. Пробую добить. Нужны уязвимые. Уязвимые это шаманы. По защите уязвимые. Уязвимые. Так, что мы знаем о Дрейках? Резисты к огню хорошие. И к этим. А защита так себе, да? 59. 12.4. Удобная штука, что можно посмотреть. 25, да? 59. 35. 25. В любом случае, подействует, да? Ладно, давай вот так. Понимаю, что я по своим могу попасть. Восстановление выносливости. Тут устойка, второе дыхание. Опять же, нужно добить Дрейка, потом добить шамана. Скорее всего, одного, второго. Верховные жрецы, вот эти вот упыри. В первую очередь, у того, у кого 44. Танк, надеюсь, Дрейка некоторое время повытанковывает. Бобер промахивается. Ну, что ты будешь делать-то, а? 6. 6 точность. Как так? Почему 6 точность? Что за то, что в миле стоит упырь? 6,4,0% вообще. 28. What? Не понимаю. Окей. По вождю, кстати, в самый клевый, клевая вероятность попасть. А, я все еще лежу. Вот почему. Да, лот не может встать. Танка клюет. Что сделать? Благословение, когда? Доспехи веры. 4 секунды. Давайте обновим доспехи веры. Слабый урон. Слабый урон. Вероятность попасть на вообще 0% почему-то у меня. Почему? 12, 11, 1, 0, 0. Ошеломление, возможно. Окружение, испуг, возможно. Сейчас, подождите. Мне нужно статус посмотреть. Активные эффекты. Урон в дальнем бою 140%, урон в ближнем бою 140% средоточения. Это не то. Это способности. Наверное, надо вот здесь наводить, смотреть. Так, ошеломление, восприятие, ловкость, скорость атаки, минус 10 точность, минус отклонение, еще минус точность. Из-за испуга через 3 секунды испуг пройдет. Чуть получше станет. Но, в принципе, все довольно плохо. Ну, я в любом случае должен сейчас делать... Не стрелять. Потому что дело такое безнадежное. А скорее восстанавливать выносливость как-то так. И... Вот. А лот сделать ничего не может. Давай хромату, ладно. Ага, на всех. Ну, хромата-то особо здесь не поможет. Они уже подошли, они уже рядом. Давай испуг на них. А лот, наконец, встает. Вот, танку очень, очень, очень плохо. Уже половина хп. Стоик может, в общем-то, восстановить там еще выносливость. Доспехи обновили. Уже скастовали. Полетели. Да сколько можно? Дрейк там уже лечится больше, чем я и по нему урон наношу. Эти чертовы шаманы, они... Опять же, легкое ранение, ранение, ранение. Как быть-то? Как быть-то? Я не могу ничего сделать. Вероятность попадания вообще никакая. Короче, я пробую отступить. Двумя типами ДПСерами. Дело непростое. Танку хреново все уже тут. 0, 12, 3. Откуда такая вероятность клевая? Из-за ошеломления, скорее всего, опять же. Из-за испуга, который все еще актуальный. Там сбили танка. Заклинания заканчиваются. Что делать? Дай попробуем вот так. Это фигня. Все фигня. О, попал бобер. Бобер попал, наконец-то. Можно сделать чарм, учитывая то, что у этого воли никакая. Это раз. Здесь все закончилось в плане... О, свиток защиты могу юзнуть. Все защиты на двадцатку. Ну, поздновато, конечно, уже. Потому что сейчас танка раздраконит уже. Здесь можно взорвать, опять же, трупы. Вполне вероятно. Ну, там есть. Есть трупы какие-то. А можно дождаться парализации. Все-таки. Верховного жреца пилить. Желательно раненого. Тоже по раненому стреляем. Вот сюда вот. Не попадает. Так, танк встает. И падает снова. 25 урона там. Здрасте. Мне срочно нужны танки. Срочно нужно дрейков захватывать. Этот прошел проверку на... На-на. Тут делаем парализацию по возможности, конечно же. Пытаемся отстрелить верховных жрецов. Но это сложно. А почему-то пишут 0,0,0,0,0 процентов. Жрецов, говорю, надо отстреливать. Кому ты собираешься стрелять сейчас? Он раненый жрец, пожалуйста. Паралич пошел. Хорошо. Насколько? 5 секунд. 11 секунд. Неплохо. Если Бобру удастся захватить Большого Дрейка, то мы, в общем-то... Может и сможем... Там опять хил идет, судя по всему. О-о-о. Про диспл не забывай. В следующий раз может паралично шамана сделать остревить. Может. Может. Сделать. Надо. К сожалению, только Ксаури по воину. Хотя можно вот вождя пока... Мочкануть по нему. Пока он в праличе. Там у Дрейка и... Паралич еще. Вот надо было его, наверное, отстрелить. Этого старенького Дрейка. Старенького в плане, что я его давно хотел убить. Уже не успею, кажется. Да, зарядка. Понятно. А, и захват не прошел еще, да? Ну, это все. Это провал. Стрелять надо по Ксаури по воину. Здесь, к сожалению... Ничего не сделать. Тут, похоже, тоже. Да-да! Да-да! Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Ну, я какое-то время еще посопротивляюсь. Бобер попадает на 73. Вот это очень хорошо. У него снова сосредоточенность появляется. Появляется, соответственно, какая-никакая возможность... Давай так. Давай так. Так. Так, стойк минус. Как мы видим. Дрейка захватили. Вот это хорошо. Дальше можно парализовать... Кого-нибудь... О-о-о-о-о... У тебя тоже проблемы, да? Серьезные проблемы. Блин. Жрецы еще. Два жреца, не считая босса живы. Дай-ка мы Дрейка второго захватим У него по воле сопротивляемости никакой Надо было Дрейка сразу захватывать всех троих И разворачивать их на Эту подругу пробовали спасти Отпиваемся выносливостью Захватили второго Дрейка Хорошо Можно парализацию сделать И отстрелить например вот этого жреца Так тут мы отпились Еще давай Вместо ли скорость атаки За выражение на 3 секунды всего Ё-моё А тут на 6 Так паралично 5 секунд Скелетов может вызвать На дальнего вызываю скелетиков Разбойничка уйдет Увы Но она попадает разок по крайней мере по верховному жрецу Пропивает бутылку Пробует пропить бутылку Паралит 4 секунды Я надеюсь там успеет по крайней мере этот Сейчас попробуем завязать Скелета по Не, сейчас бобра просто будет убивать Не, не, не Сначала Сначала саганин Так падает саганин Опять захват дрейка Ну тут уже Что Ну хотя этот при смерти Если этого убьем И будем держать одного дрейка В В В контроле Давай сделаем вот так Это раз Ты стреляй Поэтому Это два Бобер просто валит наверх Что-то не выходит Аленький цветочек Так бобер захватывает Не хватило здесь Не хватило Да и дрейк Не поддается захвату К сожалению Понятно Падает один Остается у нас двое Всего лишь Падает жрец Правда Да Народу очень много Было просто И позиция у меня была такая Что Сложновато Слабовато еще для этой пати В смысле Готов поспорить Что я в течении Получаса Их завалю Фух Ты не думал Что раз уж все равно Часто ломают Приходится сражаться Ближний бой Сами переключаться Своим сайферным Или например Парные стилеты Нарезать Так же как Да надо просто Позицию правильную Занимать И все И все Возможно стоит Сначала справиться С дрейками А потом Со всеми остальными А я не могу Юзать пока Я понял тебя Хорошо Работаем Наверное я сразу Чарм сделаю Не-не-не Давай-ка лучше По одному Так Потом Не важно Блайты Мяска Вызовем Чтобы Да И они все равно Агрятся Ну ладно Ладно Я все равно Должен Справиться Просто Правильные Приоритеты До жрецов Я никаким Макаром Не достану Пока дрейков Не обезвредил Здесь Все-таки Дефенс Для начала Захватывать Пробуем Раз А ты Че ничего Не кастуешь Можешь Чуть подойти Ладно Так Дрейк Один наш Второго Дрейка Тоже Захватываем Два Здесь Кастуем Скорость Атаки Три Танка Чуть-чуть Подводим Чуть-чуть 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 Там Столб Кастует Хорошо Блэс Пошел И Туман Тормозит Надо Сюда Заряжать По четверым Воинам Что-нибудь Такое АОЕ Шное Или Просто Стрелять Магом Здесь Вот так Да Пошел Маг Накидывать Сюда ОЕ Давай Одного Воина Захватим Хотя Ты можешь Попробовать Два Дрейка Кстати Захватили А Третьего Захватим А Бобру бы Пострелять Б В общем-то И отсюда Лучше Пострелять Вот так Вот Сделать Раз И два Верховного Жреца Отстреливать Хорошо Я ни черта не понимаю Но наверное это У всех так Что происходит Кто тут Что делает Непонятно Я смотрю У кого Эффекты Статусные Меняются Ну и уж Кто освобождается От стандартных Кто уже сделал Какое-то действие Можно приказать Сделать Другое Ну а тут Творится Полный Хаос Вот сейчас По верховному Жрецу Надо Накидывать Настреливать Молодой Дрейк Вернулся Наверное Надо опять Захватывать Потом Черешит Сюда Хорошо Вроде Маг Накидывает Неплохо Вроде Вроде Вот по этим Троим Войнам Но подходят Новые Гады И туда Нужно Что-то Заряжать Попробую Попробую Нормально 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 Этот почти мертв Бобер Готовится Стрелять Здесь Здесь мажем Здесь мажем К сожалению Вот верховный Жрец Еще подходит Бобер Мажет Бобер Мажет Это очень плохо Почти гуф Стреляй Поэтому Пока что Так Тут Все Понятно Давай-ка Попробуем Верховного Жреца Нет Вот так Скидывать Сбивание Снок на 4 секунды Глядишь Попаду Тут Снова Стойком Проходимся Проходимся По Может фаербольчик Сюда закинуть Смотри Как хорошо Будет Тяжело Легко Там уже Вождь Подошел Фаербол Залетел Вроде как Неплохо Вроде как Нужно еще Пустить Вот так Вот шарик Пусть пройдется Правда Там по дрейку Он пройдется Не Наверное Лучше С руки Навешивать Продолжать Вот верховный Жрец При смерти Это раз Можно Трупы взорвать Но Для начала Лучше Все так Отойти Не Не получится Отойти Уже Не получится Либо Туда Закидывать Скелетов Так А что Реально Сделать Можно Здесь Может Откинуть Вот так Ранение Ранение Да Давай Так Ни черта Не понимаю Молодой Дрейк Здесь Ну Бобер Вообще Ничего Не делает Понимаете Он Он Как потратил Свою Средоточенность Так Ничего В результате Надо меткость Повышать Надо Может Действительно Какую-то Саблю Дать Чтобы Точно Была Хорошая Больше Призывов Откуда Я возьму Призывы А Имеется Ввиду Скелетов Надо Было Может Быть Да Надо Сейчас Снова Сбить Воина Ксаурипа Он Встанет Сейчас Надо Сбить И Ксаурипа Воины Все Еще Живы Понимаете Я Не добил Там Не добил Там Надеюсь Верховного Жреца Все-таки Мак Там Доковыряет Хоть Как-то Бобер Опять Промахивается Твою Налево Ну Как Так Можно То А Тут Завражение У Дрейка Пока На него Отвлекаются Ладно Поехали Так Сделаем Нет Раны Начинает Бобра Пилить И Вождь Подходит Легкое Ранение Ранение Короче Надо было Реально Пытаться Как можно Быстрее Убить Шаман Одного Убил Наконец-то Сюда Сюда Бау Ешечка Закинуть Но Здесь Проблемы С Тем Что Разбойник Месят Наверное Бутылки Мне надо Сейчас Отпиваться Ранение Тяжелое Ранение Легкое Ранение Так Вот Сделаем Оп Того Мы все равно Не убьем Все плохо Опять Полный Хаос Дрейки Живы Сейчас Они Подойдут Все Еще Живы Некоторые Ксаурипы Причем Как Некоторые Тут Дофига Народу Живо Я Мог Первых Трех Четырех Воинов Убить Но я Переключился На Жвецов Те В результате Успели Подлечить И вместо Убийства Четырех Воинов Я Сейчас Тремя Все еще Сражаюсь Причем Абойлер Поддержал Абойлер Привет Спасибо За Саппорт Привет Будешь В Киеве С 60 На ВЦС Нет На ВЦС В Киев Я Не планировал Ездить Но Спасибо За Саппорт Что Что делать Непонятно Что делать Вроде Как Нужно Наверное Сейчас Отводить Нашего Барда Замечательного Который В первую Очередь Сдохнет Из Из Присутствующих Тут Хорошо Наверное Шамана Пострелять Или Наверное Пропить Пока Не поздно Бутылку Бобер Ни черта Не попадает И Полетели Дрейки Все Очень Плохо Ксурип Воин При Смерти Ладно Бьем Пока Этого Сплэшем Может Заденем Второго Оооо Черт Возьми А Мне еще Защиты Поскидывались Надо Обновлять Ну их Что-то Очень Много Да Неприличия Просто Много При Смерти Ранен Легкое Ранение Ранен Легкое Ранение Надо Как-то Отсюда Не то Чтобы Линять Но Перегруппироваться Что-ли Кану Например Отсюда Скорее Всего Не уйдет Выхожу Из Не Выходим Нормально А кого Это бьет При Смерти Ранение Все Потому что Бобер Не попадает Но Бобер Сейчас Еще Умрет Скорее Все Да Отступить Крайне Сложным Потому что Я двоих На себя Сахар Чудом Чудом Кем-то Выживаем Чудом И ненадолго Что я могу Блин Что я могу Вообще Ни черта Я не могу Ни черта Просто В такой Ситуации Уже Расстреливать Шаманов Здоровых Абсолютно Плохая идея Могу Могу Попробовать Парализовать Жреца Например Или вот Этого Парализовать Чтобы Чтобы Бобер По крайней мере Его Попробовал Да Хватит Трихитал Бобра Что я смогу Ничего Не смогу Сделать Давай Воведение Наверное Вот Вокруг Танка Все Столпились Вот Это Очень Хорошо Так Бы Сразу О Парализация Сработала Все Так Да То есть Я Бобром А Бобер Умирает Как Не Вовремя То Сейчас Развернулся Выстрел Б Попал Б И Все Блбок А так Нет А так Нет Нет Уже Все Как Как Не Крути Падает Бобер Все Упали Беда Так Какие Выводы Позиция Сделать Так Чтобы Твои Ранжевики Не Оказались В окружении Спустя 5 секунд После Начала Боя Вот И Все Это Ключевое Чтобы Танк Завязывал Всех Кого Только Можно То По сути Может Быть Нам Даже Стоит Где То Вот Здесь Вот Принимать Бой Не Выходя Вперед Тоже Конечно Проход Достаточно Широкий Но Он Не Такой Широкий Как Может Изначально Начинать Бой С Шаманов Каким Образом Они Оттуда Прибегают Так Отступаем Раз Делаем Так Два Это Три Это Четыре А Почему Назад Ты не Бежишь Подруга Жуки Вперед Нормально Сейчас Все Будет Сейчас Все Будет По Другому Захватили Дрейка На 36 Секунд Все Могу На мостиках Замани Там уже Да далеко бежать До мостика На самом деле Ну Можно было Да Но Тут Очень хорошо Битва Начинается Прямо Потому что Самый главный Дрейк Он Уже На Долгое Время Захвачен Дальше Нужно Стараться Конечно Отстреливать Кстати Либо Дрейков Либо Шаманов Шаманов Я к сожалению Не достаю Пока что Но это Дело Поправимое Начнем Все таки С благословения Потому что Оно Тут Так 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 Верховный Жрец Вон они Брусуки Так Так Дальше Так Он уже Босс Подходит Тут Так Наверное Мобер опять Не попадает Нифига Нифига Не попадает Просто Хорошо что Шаманы Вперед Лезут Прям Замечательно Блайт Иск Ставали О Здрасть Мордасть Как так Произошло Что я Оказался Лицом К лицу Бобром С Они все На бобра Сейчас пойдут Все пойдут На бобра Давай-ка Вот так Вот Пофиг Что Нас ударят Давай тоже Вот так Вот Пофиг Что Нас ударят Хорош 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 Это через shift Сбивание с ног Отличным Так Еще Жрец Наверху Но Дрейк Отлично Вытанковывает Он тут Мне Серьезно Хелпует Так Дальше По Жрецу Он где-то Там Затесался Я помню Молодой Дрейк Воин Воин Вот он Жрец Сплэш Накидываем Бобер Перезаряжается Можно Кстати Зарядить Сюда Еще Туман Потому Что Потому Что Можем Еще Одно Сбивание С ног Чтобы Бобер Разогнался Так Легкое Ранение Вождь Рядышком Ну Вот Эту Группу Надо Сначала Побить Сначала Ее Прорываются Гори Труппы Взрывать Бестолком Можно Вызвать Скелетов Пока Да Наверное Вызываем Скелетов В тыл К Жрецу Чтобы О Бобер Попал Хорошо Не просто Попал Еще Убил Воина Жрец При Смерти То есть Можем Сейчас Сделать Либо Чарм Либо Вот на Этого Молодого Дрейка Чарм Должно Хорошо Зайти Так Ты Отстреливай Добивай Жреца Вот этого Пожалуйста Ты С воином Сражайся Окей Все равно Их Много Ребят Их Просто Много 20 Секунд Еще Дрейк Будет Работать Может Фаерболировать Своих скелетов Да Ну так Аккуратненько Пофиг Что по твоему танку Достанет Зато Жреца Гарантированно Убьем Так А ты Давай Вот этого Дрейка Захватывай Фаербол зашел Жрец Умер Наверное Следующим Надо убивать Вот этого Жреца Да Давай Так Захват Не удался К сожалению А не Удался Удался Вон Молодого Дрейка Захватили Отлично Отлично Нам Стреляем По 57 Есть просто Струки Вроде Мочим Вот по этим Двоим Наверное Надо уже Работать Там Два Жреца И один Один Дрейк Хорошо И сюда Еще Вот так Вот А потом Так Вот Уже Лучше Так Там Скелетов Убивают Мага У меня Убивают Между прочим Это Серьезный Косяк Пробую Восстановиться Вроде Восстанавливаюсь Пока что Хорошо Делаешь Дальше Вот так На Дрейке Доминирование 13 секунд Этот молодой За меня Работает 8 секунд Бобер Пробует Попадает Кстати Бобер 47 По Жрецу Уже При смерти Этот Жрец То есть Можно Во-первых Вот так Вот Потом Вот так Вот Тут Ауешный Надо Сюда Вот Еще Так Ты Пробуй Все-таки Захватить Этого Упыря Избивание С ног Молодцы Отлично Еще один Минус Один Жрец Давай Кого Дальше Так Наверное Не Давай Лучше Паралич Паралич Потому что Бобер Там Будет Еще Стрелять Дрэка Мы Еще Одного Привлекли На Свою Сторон Ты Сделай Наверное Снова Баф На Благословение Вот Ты Побежал Мачать Этого Товарища Что У него Там Паралич На Один Секунду Топовая 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 Тема Работа Добиваем Еще Одного Упыря Михаил Почитай Пожалуйста Что Делает Страх В Игре Страх В Игре Что Страх В Игре Давайте Защита От Страха Там У меня Была Наверняка Какая-то Типа Вот Такая Вот Недомогание Ослабление Ошеломление Силой Решительность Нет Страх Что Делает Страх Кажется Не Кажется Не Прочитать Снижает Точность Говорят Убили Еще Одного Жреца Дрейк Сбит С ног Кстати Это Возможность Его Тоже Помутузить Хотя Я бы Вот Все Таки Все Таки Ой Бобер Нет Бобер Промахнулся Хм Да Страх Тут Очень часто Делает Викчарды Бесполезными Понятно 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 Ну У Стойка В общем-то Есть Кажется Защита От Страха Испуг Нет Застревания Нет Невсприимчивость К испугу Ужаса Нет Сила Решительность Ошеломление Бум 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 Эффект Может быть Вредное Воздействие Бобер Испуган Опять Нет Я вот Не знаю Испуг И страх Это одно и то же Испуг И страх Испуг Испуг Ужас Это Испуг Ужас Испуг Испуг И ужас Тире Это Да А В английской Версии Fear Понятно Понятненько И что он Получается Мне делает Минус Ловкость Минус Учительность Минус Точность Да Почему-то Постоянно Обновляется Судя по всему О 45 Бобер Попал Бобер Пробует Снова Задоминировать Давай Верховного Жреца Мочим Тоже Мочим Да Постоянный Испуг Ты как Во Невосприимчивость К Испугу Ужасу Ну чего Действительно Так Дрейк Снова Наш На 11 Секунд Правда Всего Лишь Но тем Не менее Неплохо 50 50 68 Жреца Дальнего Надо 59 Пытаться Набивать Умрет Скорее Всего У меня Сейчас Мак Пытаюсь Его Ввести Не успел Его Ввести Не успел И это Плохо Кого Убивать Ну допустим Ксаурипа Верховного Жреца Мы сейчас Отстрелим Там У него Осталось Всего Ничего Дальше У нас Идет Три Дрейка И Вот этот Босс Наверное Все таки Босса Проще Что это Такое За звуки Такие Страшные Все Жреца Убили Давайте Ка дружно Вместе Сейчас Возьмемся За За Вот этого Упыря Защита У него не очень Серьезная Но Бобер Промахивается Опять Ну вот Как Почему Точность 39 Опять Страдаю По точности Не знаю Почему У меня Точность Такая Низкая Не знаю Или просто Высокая Защита У него Да Хватит Сейчас Еще Умереть Не хватало Бы Дрейк 4 секунды Доминирование Заканчивается Это Очень Плохо Надо Вызывать Наверное А давай Паралич Все Таки Паралич Во-первых Подействует Во-вторых Я тогда На нем Разогнаться Смогу Далее Благословение Второе Дыхание Все Сейчас Дрейк Вернется С благословением Кстати Моим Зря Я на него Так Скастовал А у Дрейка Аура Страх Страх Постоянно Обновляется Понятно Тут Два Раненых Ну Точнее Молодой Дрейк Раненый Но Я Опять Хочу сначала Этого Упыря Добить Надо Снова Пытаться Снимать Че делать Давай подойдем Вот Четыре Есть Давай Парализацию Пробуем Так Раз Два Паралич Один Секунд Паралич Один Секунд На Этого Не Действует Окей Тогда Давайте Наверное Малого Дрейка Сейчас Отвкусим Дружненько Так Прям Дружно Придружно Стойком Надо Восстанавливать Типа Типа Выносливость Такие Побегушки Попал Бобер Хорошо Бобер Попал Это Отлично Давай Как Кукловода На Этого Тогда Глядишь Сможем Добиться По крайней Мере Этого Дрейка Бобру Плохо Доминирование На 11 Секунд Всего лишь Делаем Так При смерти Дрейк При Смерти Еще Выносливость Восстанавливаем Добивайте Добивайте Пацаны Ну пора Есть Добили Дрейка Так Дальний Будет С моим Сражаться Самое Время Сейчас Взяться За Этого Упыря За Вождя За Которого Собственно Все И Дают На черта Не Попадаем Там Доминирование 4 секунды Дрейк Скоро Снова Вернется Промахиваюсь Бобром Взрыв Взрыв Трупов Не Не Паралич Паралич Полезней Снова Готов Паралич Работаем Паралич На всех Срабатывает 5 секунд 5 секунд 11 секунд Один Залп По Вот этому Гаду Давайте Ребят Я в вас Верю Попал Бобер На 44 Отлично Теперь Можно Ему Уже Доминирование Обновить На Дрейка Остальными Пострелять По Дрейку Который Все еще Парализован Да 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 Ой Что я промазал Я промазал Кажись Промахивать По Дрейку Результат Броска 3 3 Карл 3 И 103 Там Умер Стойк Там Умерла Рейнджерка Танк Умирает По сути Остается У меня Только Бобер Который Промазал У этого Тяжелое Ранение Конечно Очень Клево Очень Очень Клево Второе Дыхание У танка Не Не сдаемся Не сдаемся Этого Если Убьем По сути Надо Бобру Попасть Хорошо Просто И все Бобру Попасть Хорошо Второе Дыхание Отлично Второе Дыхание Там Восстанавливает Безумное Какое-то Количество Так 68 68 Одинаковое Количество Да Давай Поэтому Мажет Мажет Бобер Ну потому Что 11 Точность Это Так Давай Приспук Тогда Сбивает С ног О Тут тоже Сбили С ног Может Попадешь Перезарядка Конечно Ну Успей Не успеет Выстрелить 23 Вот Если бы Бобер Успел Выстрелить Было бы Круто А А Снова Парализуем И Ни на кого Паралич Не срабатывает Да Ладно Да Ладно Три Три Промаха Результат Броска Два Пять Ну 28 Ну Господи Два Пять Два Пять Ну хоть Одного Блин Из трех Мне хватило бы Для выстрела Хватило бы Два Пять В критический момент Бобер кидает Семерочку И в следующий Критический момент Вот этот упырь кидает Нас Все кидают Короче Попасть Конечно Можно попытаться Но это Крайне маловероятно Нет Это статусные эффекты Они ничего не дадут Ой Иммунитет К испугу ужасу Да Танк падает Бегите Просто бегите Не Я Я Валю Короче Пробую Свалить Сплит Идет Ой Не 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 Нет Остается Один Бобер Бобер Типа Убегает Ничего Он не убежит Второе Дыхание Его замедляет И все Он гг Он падает На мосту Работаем 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 Попробуем Постражаться На этот раз На мосту Заставил Умереть Как трус Да Агрим И убегаем 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 Ребят Видите Что Ряд Нет 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 Но Блин Так Стойк Давай-ка Ты ее Попробуешь Все-таки Да Попробуешь Ее Конечно Не 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 Прячу Не Прячь Не Прячь Прячь Все Будет Норм Ай Собака Бывает Поэтом Тоже Можно Поэтом Да Кстати Да Конечно Кто У нас Быстро Бегает Да Она В общем-то Быстро Бегает Надо Было Мне Наверное Я Даже Не Знаем Бегает 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 Она не Испуг Уже Да Получается Понятно Да Да А Что Ты Выбираешь Такие Такие Заковыристые Все Пути Ну вот Как Так Сейчас Она Не Проберется Скорее Всего Так Зато У меня Певчий Уже Тут Напел Пару Куплетов Дай Попробуем А Там Еще Сбили С ног Сбили С ног Бобер Промахнулся Промакивается 13 Результат 13 13 13 13 Твою Налево Блин Какое 13 Где Нормальные Средние Значения Где Они Почему 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 Бывает Ничего Страшного Не Расстраиваемся О Парализ Хорошо 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 Стреляет Так Стреляет Так Бобер Молодец Попал Молодец Молодого Дрейка Кстати Можно Отстрелить Так Давай Ка Ты Вот Так Давай Ка Ты Вставай Тряпка Блин Хватит Гореть Давай Контроль А я Что Делаю Ну Бас Баламут Советовал Бафы Накинуть Заранее Как раз Чтобы Те Приехали И Все Бафы Уже Закончились Ну Такой Эксперт Блин По Белой Версии Еще Известный Певчий Там Уже Четвертый Куплет К началу Сражения Поет Давай Бафы Сиди Блин Учись Собрались Страх Да Страх На 25 Секунд Я По драйвику Стреляю Потому что Попаду Скорее Все Хорошо А я Не кастовал Защиты Да Я Не кастовал Так Мак Такая Толпень Там Стоит А Я Не успею А Вот Поэтому Успею Жуткая Скорость Просто Жуткая Ну Позиция В отличие От Прошлого Раза Значительно Лучше Хорошо Хорошо Это вот так Еще сделаем Бобер попал Молодец Ну в парализованного А что не попасть Так Хорошо Давай тогда Сделаем Следующим Образом Меня Интересует Меня Интересует Достанешь Достанешь Не достанешь Достать Достанешь Сейчас будем массово Захватывать Упырей Тут Так Тут Вроде Стреляем Вроде Тоже Стреляем Ранее Еще Если Работает Туда Надо Заряжать Ксури Воин Верховный Наверху Еще Два Верховных Ладно Тут Кучность Все равно Дикая Так Окей Прошло Неплохо Сейчас Выносливость Пойдет Бобер Не 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 14 секунд Между прочим Можно Попробовать Верховного Жреца Пролизовать И пострелять По нему По верхнему Здесь Выносливость Кастуется Хорошо Дальше Давай Стандартные Вещи Еще Так Эти Хупырей Надо забрать Добить Все таки Падаешь Да Постреляй Поэтому Здесь Благословение Бобер Парализовал Продолжает Стрелять Поэтому Пожицу Неуязвимость Ок Скоро Еще один Паралич Можно будет Зарядить Тут Выносливость Можно Выпить Тяжелое Ранение Хорошо Ты стреляешь Отлично Отлично Ой Попадание Попадание От бобра Попадание От бобра Там товарищ Присмертим Присмертим Давай-ка Сделаем Вот так Урон нанесем Здесь По молодому Дрейку Ауешечку Здесь Нас прошел Там Стреляем Не добил К сожалению Бобер Жреца Надо Да-да-да-да-да-да-да-да Добить Надо Обязательно Или все-таки Взрыв Трупов Возможно Взрыв Трупов Потому что Парализацию Хотя Нет Давай Парализацию Только Подойдем Чуть поближе Вот так Вот Не-не-не Давай Кажется Чтобы Этих Два Их За Паралич Раз Покатился Там Покатился Посмотрите Куда Ты Родной Все Сейчас Копье Еще Мелькает На экране Классно Ой Господи Так Значит Здесь Паралично 16 секунд На 5 Секунд На 5 Секунд Добиваем Раз Убили Двоих Сразу же Отлично Молодой Дрейк Довольно Бит Здесь Обычного Дрейка Доминируем Тут бы Зарядить Тоже По троим По четверым Еще Минус Один Задоминировали Доминирование 11 секунд Паралич 07 Так Так Давай-ка Обновим Еще Какой-нибудь Какой-нибудь Так Еще Минус Один Хорошо Дальнего Дрейка Надо добить Есть Парализован Был Убит Это тоже При смерти Я бы Его Наверное Вот так Наверное Разумней Прибить Бобром А почему Доминирование Это не Сработало Это я Не пойму Ладно Давай Парализ Сюда Точно Просто Бей Просто Стреляй Надо Страх Снимать Наверное Уже Опять Хорошо Парализация Не срабатывает К сожалению Стойка Не очень Хорошо Он вроде Как должен Был добить Этого Дрейка Но как-то Не удалось О Неплохо По бобру Прошлось Зато Дрейка Добили Это Замечательно Сейчас Выбор Либо я Сосредотачиваюсь На большом Дрейке Этот Вообще Наверх Куда-то Полетел Либо Забиваю Иду Вот К этим Товарищам Наверное Все-таки Надо Средотачиваться На большом 67 При Смерти 68 Так Умер 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 Нужно Нужно Парализация Сейчас Дождемся Песни Есть Дождались И Парализуемся Давай Давай Есть 5 секунд 5 секунд Те Тормозят Хорошо Ключевое Раз Ключевое Два Дальше У нас Идет Естественно Какой-нибудь А давай Вот так Нет Так 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 Плохо Это Трис Бом 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 Да Вот так Еще 400 Успеете Выстрелить Еее Попадает Боберна 44 Это Хорошо Это Очень Хорошо И Еще Паралич На 17 Секунд Все Работаем Выбиваем Дрейка Скорее всего С очень Высокой Вероятностью Хорошо Обновляем Паралич Можно Так Зарядить Еще Тебе Конечно Хильнуться Блин Не 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 Выдумывай Просто Стреляй Паралич К сожалению Не Обновился При Смерти Дрейк Но Все Еще Жив Гад Все Еще Жив Ну Откатился Откатилась Снова Парализация Нас Твою Ах Скотина Блин Там АУЕ Зашло Парализация Минус Твоя ААА Сейчас Танк Может Умереть Сейчас Бобер Может Умереть Капец Круто я попал На ТВ, блин Пробую восстановить выносливость Прошу, добей его Там еще три шамана, не дай бог Сейчас я, не дай бог Господи, господи, не надо, прошу Бобер немного восстанавливает Выносливость Танк падает Твою налево Прошу, убейте Дрейка Прошу вас Во что бы то ни стало, надо его убить Господи, как резко все плохо стало Сразу минус танк, минус певчи с четырьмя фразами уже, который Ну, попадает Легкое попадание Где легкое попадание? Где урон-то? Там периодически вроде как урон Дай второе дыхание здесь Ну, этот забей просто Просто забей Сбивает с ног Стойком Да и Алота тоже Попади, Бобер, прошу Все, минус Мак Минус Бобер сейчас будет Бобер промахивается Беги, родная Просто беги Ладно, попробуй попасть Ладно Заток Короче, я отступаю Нафиг Надо Не-не-не-не-не-не-не-не-не Дрейк, брось Тебя отступаю Дрейк, за мной Нет Да иди ты к черту А-а-а А-а, у него уже тяжелое ранение Да отпусти ты меня в Гималай Сбивает с ног На сколько? На пять секунд Ничего, ничего Сейчас все будет Блин, какая все-таки Надо Дрейка убивать Надо было его В первую очередь убивать Потому что Постоянный испуг Постоянные вот эти вот Темы, что в любой момент Может произойти Аое, которое снесет там Конское количество Здоровья Это прям Прям беда Да, меня там уже Беги, беги Ой, не добежишь, да? Не, я должен Держись Просто держись Поверь в мечту Хорош Хорош Так, а вот и Дрейк Ну что, либо его Да, давай его пролезить тогда Раз Два Нормально Нормально пока все О, секунду Перерывчик на две минуты, ребят Жесть Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Ну что, готовы? Готовы 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 Работаем Паралично Шесть секунд есть Тут стреляем так Тоже стреляем так Легкое ранение Хорошо Бум-бум Бум-бум Так, вот так поставим еще Оп Потом так Фараличи уже закончился Сейчас мы попробуем его обновить Вот так вот Так, тут паралично На энное количество Времени Надо использовать его Чтобы бобром разогнаться Все Все Очень Не очень Так Так О, у меня же паучки еще есть Может попробовать молнии Молнии Вроде на них действовать неплохо Не, наверное Не стоит Да потому что там по По большому Большой части Ну не огонь Точно Либо молнию Либо Одно из двух Да и молнию Ладно Пятнадцать Ну хотя Хотя Ой, бобер попадает Бобер попадает На семьдесят три Снова пробуем Пролизовать Дрейк все еще Просто ранен Это плохо Малый блайт Пошли Стоик После того Как справиться Пусть Скастует Наверное Вот так вот Восстановление Выносливости Еееее Паралично Один секунд Это мой шанс Сейчас Дрейка Минуснуть Концентрируемся Всеми на нем Отлично Тяжелое ранение Так, ты тоже А, ты по нему И стреляешь, да? Нет Мелкого убили Очень хорошо Все здоровые Все счастливые Розовенькие такие Так, сколько я еще Буду резистить Испуг Еще долго При смерти, Дрейк Ребята, при смерти Хейст И, наверное, Нажлица Ничего Бобер там Промахивается По Дрейку Ну да Защита Это 41 Хрен попадешь Но есть еще Паралично 6 секунд Надеюсь Например Сагани Сможет Выстрелить Разок Надеюсь 3 секунды Стойк, давай-ка Бафчик 2 секунды Есть! Дрейка убили Да ежешь! Ну наконец-то Наконец-то Так, захватываем Раз Потом захватываем Или нет Или лучше Паралич кинуть На каком-нибудь Жреца И его Расстреливать Да, давай так Раз Ты Два Тут скоро Все накопится Трис Тут можно Сделать Так 4 Ой Какая боль А? Какая боль Дыхание Там прошло Парализация Сработала Бобер Стреляет По этому Упырю Стойк Восстанавливает Выносливость Здесь мы По дрейку По дальнему Стреляем Тут снова Кстати есть Ауешный Паралич Или Или Нет, нет, нет Не или Именно Ауешный Паралич Давай Двадцатка Выносливости Восстанавливается Хорошо Много Парализаций Два дрейка Да все Парализованы По сути Кроме мелкого Ксаурипа Воина Этого мы Убьем Этого мы Добиваем Здесь Давай Раны кинем Стойк Молодец Бах Попал Бобер Еще разок По верховному Жрецу Можно попробовать Сколько там Восемь секунд Восемь секунд Три секунды Успеет Стрельнуть Еще разок Добро 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 Еще Разок Работаем 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 Бомбом 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 Все нормально Бобру Кстати хреново Немного Можно восстановить Выносливость Вот Нет Не 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 Давай Давай Давай-ка ты Лучше Добьешь Его Да Ты Не 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 Заклинание Умрет Можно Самому Сделать Вот Так Дальше Куда Нибудь Сюда Повожу Паралич Есть Стреляем Мажем 28 Защита Почему Вот Почему Ты Промахнулся Иристот Броска 28 Минус 28 Точность Ноля С чего Точность А потому Что Страх У нас Снова Потому Что Страх Идет Даже От Обычных Дрейков Видимо Убираю Страх Надо Как-то Добить Вот Этого Упыря Дрейк Все Еще Живет Испуг Плюс Слепота А Слепота Откуда Здесь Слепоты Вроде Нет Так Опять Можем Да Давайте Трупы Взорвем Трупов Много Глядишь Есть Минус Один Дрейк Попали По Этому Еще Дрейку Фриспорт Убили Этого Дрейка Сейчас Как они Они Еще Падают С таким Сверху Очень Эффектно Так Урон Правда Не наносится Но Земля Камера Трясется Жутким Образом Если вы Недавно Присоединились К трансляции У нас Идет Выполнение Заказа На Убийство Вождя И Клака Вроде Как это Ксаурипа Вроде Как Все Просто Но На старте Сразу же Нас Встречал Встречало Три Дрейка Ну и Еще Человек Десять Ксаурипов Вождя Убили Да Еджишь Это Наверное Пятый Трай Еле 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 Все Изи Конечно Фух Эй Собираем Лут Так Фигуру Костя Гранат И Глава Вождя Так У нас Три Ивента Здесь Работорговец Прислушался К вашему Совету Продолжать Путешествие Не останавливаясь Наполнение Припасов Удачи Строительство Завершено Я хотел Южный заслон Сделать Денег Приличный Пойду Посмотрю А Фигурка На призыв Существ Да ладно Фигурка Это На призыв Существ Одного Верма Можно призвать What Круто Две Штуки Верма На 20 секунд Маленькая Искусственно Изготовленная Фигурка Верма Вырызана Из кости Хоть имеет Грубую форму Покрытую Зочными Деталями Такими Как Чешая На голове И спине Острые Зубы Напастим Ну Если Два Верма Даже На 20 А Тут Тут еще Двое Остались Понятно Ага Фигурка 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 Сейчас Кто у нас Ранжир Ранжир Так Вот она Ранжир Поставил Ранжиру Все нормально Рейнджиру А Рейнджиру Всем понял Так Возвращаемся В Кайт Нуа За награды Должны Отвесить Довольно Много Бабла Скинем Ненужные Вещи Появилась Статуэтка Носомоны Хорошо Что-то Не понял Квезды Считали А как Иначе Не туда Дойду Хотя Мне тоже Сюда Нужно Сбагрить Всякие Всякие Мелочи Паучка Продам Пистолетик Продам Ненужный Да 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 Вообще Дешево 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 Ладно Верм Офигетелен Будет Помогать Потому что Он денется 20 секунд Правда Но Обычно С ОМОНы Больше Не живут Котлета Говорит Два часа Ксури Вмесель Да Это было Сложным Существенно Мало лута Только с людей Все вываливается Не почему Он не одноразовый Он Между отдыхом Ну он Однозарядный Но восполняется После привала Вождь Вождь И клак Мертв 4К Опыта 2250 Сейчас посмотрим У меня еще одно Задание Есть Еще на пару часиков Так Награда Нарлет Мудрый Какой-то Огр Шаман Его Пока мы не знаем Где Житель Большой лесной Скрытий Житель Стал Грозой Черный Лук Черный Лук Сейчас посмотрим Как стреляем С друидами Справиться Да Тролли вообще Дикие Потому что Там же Потому что У них же Молнии И оглушение Масса Привал бы Сделал Да Привал Надо было Сделать У себя дома Пока Не прошел Дальше Так Я не знаю Что это за За тип Скорее всего Древний Какой-нибудь Я буду Дискрет Страшновато Вообще Не справа В правом верхнем углу Были первые Эти Скрытни Да не Это просто Маленький Этот Нет Житель Вот он Я не поспал Еще Не Надо конечно Загрузиться Конечно 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 Ж Загрузиться Поставить шалашик Не боись Если что загрузишься Да 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 Так Это у нас Кто Древний Кто Древний Кто Древний Кто Древний Вычет урона Окей Но там вроде народа не так много Это очень хорошо И что в конце концов Не может сделать огромное Ходящее полено Понимаете Ничего не может сделать Абсолютно никчемное создание Беззащитное Бесполезное Выкинуть его Знали бы вы Как я не хочу умирать Ладно Ну мне Дрейки Есть Все нормально Че Че Переживаем А зачем переживать Все равно мы все умрем Огнем бей его Опа Неплохо Тролл идет Ааа Слушать Такое мерзкое Мерзкое выражение Точнее Был Голос такой бесячий Ааа Слушать Вот такой вот Нельзя вообще Не надо В следующий раз Так говорить Я хотел сказать Что У них по воле Проблемы То ли воля То ли неволе Можно захватывать Спокойно Эти хуприи Короче Вот Так Ладно Ладно Давай еще Свиток Не Не будем Свитки Защиты Делать Давай Сделаем Так Потом Сделаем Рейнджерка И вызовем Верма Так Так Захватили Хорошо Мне бы Вот этих Вот Мадам Отстрелить Бы Убить Бы Побыстрее Ем Этого Троляма Захватить А че за АОЕшная Хрень Там пошла Это что такое Недомогание Воля Стойкость Восприятие Интеллекции На 30 секунд И нашествие Насекомых Так Недомогание Да Что у меня есть Хромота Застревания Лесом Недомогание Так Стопе Стопе Раны Ни хрена не видишь Да Очень плохо Житель 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 Фаербольчик Сюда Давай Закинем Раз Что-то Мне залетает И И тут Залетает И там Залетает Везде Залетает О Бобер Попадает Хрена Сдва Он Попадает Фаербол Фаербол Полетел Первый Фаербол Полетит Сейчас Второй А Неплохо Там Уже Один При смерти Упырь Но Почему-то Постоянно Тикает Тут Эта Хрень Может Статусный Эффект Еще Убрать Попробовать Ну Вот Так Хотя Это Вроде Не Не Оно Может Выйти Из Этого Роя Неплохой Вариант Кстати Вдруг Поможет Нет Рой Насекомых Рой Насекомых Давай Проверим Так 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 Еще Один Там Залетел Фаербол Я Треть Туда Кидаю Тут Тролль Тяжело Ранен Кстати Мне Бы Еще Одного Троля Захватить Ну Че Сняли Нихрена Мы Не Сняли Хотя Нет Не Работают Пока Ни Нашествия Ни Ни Домогания На Время Мы Убрали Этот Эффект Но Лишь На Время Выцеливаемся Да Блайт 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 Тролль Огромный Тролль Че делать Там Житель Легко Ранен Фейерболл Третий Зашел Наверное Надо Вот так Вот пробить Мой Тролль При смерти Это Проблема Верно Молодцы Конечно Житель Огромный У нее Какие-то Дикие Тоже Резисты Вычет Рон 12 Всего По 8 Давайте-ка Еще Огнем Пожарим Благо Тут Прям По Всем Можно Зарядить По Всем Плохо Ой Надвигаются А Ну Жем Конечно Помаленьку Но Че-то Тут Народу Немерено Останавливаемся Кого Можно Захватить Большой Земляной Большой Земляной Тролль При смерти Тролль При смерти В том То И Дело Что Некого 53 43 43 Давай Бабер Стреляй По этому Е Попал 73 Бабер Нанес Хорош Минтпурга Или Минтпурга Так или иначе Это Мадама Кажется Это Как раз Кастер Друид Все Еще Жива Попробуем Ее Прострелить И Начинается Опять Какое-то Непонятное Аое Все Очень Плохо Ай-яй-яй Что я могу сделать Бобром А Эту подругу Отстрелили уже Ха Ой Что я могу сделать Бобром Я могу Попробовать Законтролить Главного Упыря Давай парализуем У него Наверное Тоже с волей Проблемы Вот что Это такое Это Минус Маг Неуязвимость К параличу Конечно же Да Давай парализуй Человека Которому Пофиг Вообще На твою Парализацию Это Отличная Идея Я считаю Это Это Стратегия Ладно Почти Гуф Почти Гуф Этот Ранен Пырь Ту 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 Так Давай Ты Нет Блин А что Ж Делать Да Допустим Мага Нет Да Никакого Пралича Надо Трупы Взрывать Если Еще Не Поздно Конечно же Стойком Стараемся Опять же лечиться трындец вот кто кто это делает нашествие насекомых это как раз менпурга или менпурга и все сейчас я тут да паралич накинули но уже поздно между прочим стойку хреново главный иммунитет серьезно? ничего себе вот эта новость тяжелое ранение тяжелое ранение легкое ранение ранение тяжелое ранение допустим это мы сейчас параличе убиваем это раз дальше что? дальше пробуем снять статусный эффект это 2 насекомые меня тут просто уничтожают стойка больше нет с нами рейнджики тоже нет стрелять мы не будем ну попролечу зачем попролечу стрелять-то в конце концов можно перезаряжаться 8 секунд это тоже весело скотина ладно смотрите значит мы встретились с новыми персонажами с этими пургами которые дают очень неприятный ауешный спел и nice and quiet их надо отстреливать причем пофиг даже на то что просто надо их отстреливать то есть сразу же сразу берешь и отстреливаешь а почему ты не не записался после после привала так это древний 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 можно расплетиться наверное можно расплетиться не 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 надо расплетиться там же много самонов этих неприятных стояли хорошо можно разве что вот так встать паралич это первая пошла тут тролля вызову с чармем внимательно просто внимательно отстрелить ее уже не так уж сложно будет главное сейчас не сильно кучковаться тролль наш стреляем так уже пошел яд и рой насекомых от второй видимо это нормально закидываем на нее распространение чумы ослабление так ослабление ошеломление ослаблением фарбольщик пошел раз фарбольщик пошел два эта подруга уже тяжело ранена там два выстрела нужно сделать и все будет хорошо стреляет бобер вроде как и стреляет еще та подругам их много а я дрейков еще не вызвал так выстрел вызываем дрейков что она жива при смерти еще ну там сейчас фаерболом залетит давай тогда вот этого захватим или или нет давай захватим да убили одну я не понимаю что происходит но кажись у меня уменьшаются хп да вот так делаем дрейков вызвали тролли захватили эту пробуем парализовать отстрелить туда же заряжаем еще один фаерболь что ноу соберись тряпка ноу ноу все нормально блес пошел бобер не может никак пробраться чтобы здесь парализацию сделать почему не стреляем паралич хорошо дальше восстанавливаем выносливость здесь бобром второе что взрыв трупов делаем паралич это не работает давайте взрывать что есть что то есть тролля бы еще захватить осталось то буквально два тролля до три камня ту подругу а почти отстрелили но там 10 секунд ладно это главное сейчас бобра не потерять твою мать ну как ну что ну почему почему ой бобер бобер есть ли у меня свиток резуректа какой-нибудь я же там кому-то давал что-то да кому-то что давал вот он свиток у тебя в инвентаре лежит ну бас аааа какая грязь опять а ну почему почему я вот сейчас бы свиток так зарешал бы да сейчас и будет чаще 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 а может и нет а может быть и нет а тут уже житель заходит подругу я не убил еще перезаряжаюсь так хорошо держимся держимся пять секунд параличный здесь попадем наша подруга здесь как больно то господи как больно этот житель то бьет падает ну а так что а что ну а как мне это сейчас придет в себя если мы не успеем в последний момент выстрелить паралич нет смертвляющее копье возможно хотя тоже резисты там конские конечно тяжелое ранение надо что-нибудь ауешное пытаться пофиг на своих это живая еще подруга рейнджика сейчас тоже упадет господи а че че бобер поперся туда а он пытался паралично кинуть и колесил рейнджа ему не хватало и да вот именно так оно и было то есть он он просто вышел вперед по моей команде стучится да не плачь ты там хорошо итак план был неплох охрана охрана ты на них полез подкачался бы да нет я вот только кажется записывался ближе к да я записывался здесь еще возможно и не стоило на самом деле кучковат не стоит кучковаться потому что попробую распределиться максимальным хорошо паралич сработал я пробую тут захват идет тут идет так тут подальше стрелять тут так еще не вызвал как он сбивает с ног а житель этот так но тролль мой а бабер ни фига себе вы видели ой дай бог пережить бы эту тему фэрбол залетел хорошо но блин не давай-ка ты вот так и так ты тоже туда же вообще-то заряжаю хотя не давай блайты лучше какие блайты вазь просто пока постреляй сбивание с ног на 8 секунд одну подругу мы убили это хорошая новость вторую постреливаю понемножку тролль молодец я попробую танком завязать эту мен ну короче нет брата этого здесь так так есть восстанавливаем выносливость еще щит сбиваю с ног пробуем а он уже скастовал свою хрень уже скастовал так давай ты тогда и с предметом снимаешь с этих товарищей статусные вещи о могу плохо а как маг там оказался у нет его уже все забери бобер встает попробует восстановиться без мага вообще-то не очень хорошо так тут у нас танк сбивает снова пробуем отстрелить дальнюю подругу хорош да только отступить будет сложновато отсюда хотя и надо еще танчиков и танчики следа вызываю пусть танкуют 53 53 там при смерти подруга ну что бобер бобер должен попасть по кому-то что на бобре вообще висит пока ничего пока статусы заблоченного на один выстрел тебя глядишь и будет стреляй патролю продолжаем стойком как-то стойко выхиливаться нет он не попадает он ему видимо не нужно попадать зачем зачем это все почему делать сейчас как убивать всю эту массовочку учитывая учитывая учитываем так давай-ка назад 53 36 устанавливаем выносливость там танк пробует танковать пробует и убить это то закончился кстати время призыва похоже стреляем 53 скелетики появились о при смерти один тролль а лот лежит и тумак лежит а тут справит не не справились продолжаем они вызывают блайт of продолжают вызывать блайт of надо восстанавливаться пробовать надо наверное как-то еще выносливость грабать их реально много бобер мажет а не попадает попал переманивай барда у нас уже нет танк считаете тоже нет куда куда дура ну что ж ты делаешь подруга ну да тролли захватываются великолепным образом я убегаю бобром танк падает бобер тоже еле живой там стоек сражается молодец бой упал меня нет они не знают куда идти наверх ребята наверх ап ап а а а и и и и и и Тихо. Тихо. Лут подбери. Да, это понятно, но просто сейчас... Раз, два, три, четыре. Допустим, я переманю. Но с таким количеством я не справлюсь просто. Привала нет. Что делать, непонятно. Отвести можно попробовать. Пацаны устали, да? У сейва нет. Ладно, давайте попробуем. Поехали. 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 раз-два кто встал кто это встал неплохо смотрите их двое ребят у меня два танка теперь отлично все работаем не тех ты атакуешь василий бобер молодец бобер двоих при заворожил что такое где попадание карл карл все хромота реакция скорость как-то убежишь то на одной ножке отсюда полегче попади бобер за то что пушка очень большая фиолетом светится это вообще сто процентов инфа со . короче мне нужно реально их увести от 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 остальных чтоб те встали максимально максимально отведем а мы север мы уйдем на север а мы уйдем на север а в это время хитрый бобер будет лутать просто пока эти неудачники меня пытаются догнать стоять ты чего застряли ребята ребята я застрял беги бобер пытается разбудить пацанов пацаны не поддаются пока ну все нормально все хорошо как там ой 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 нет нет не надо блин они возвращаются они возвращаются карл а почему наши пацаны не встают ну все уже очень хорошо стоять шаги и и и в и и и и и неплохо нас теперь уже четверо нас уже четверо давай тогда с этим упырем разберемся сначала тогда еще двое у нас поднимутся паралич всем паралич пацаны вообще довольно простая простое задание я так вам скажу весьма простой чушь мы не попадаем ты друзья одного виспа пытаюсь убить одного и паника паника у бобров невезвимый скользящим стоять боятся работаем ребят давайте давайте там еще еще огромного убивать с тремя виспами может описание прочитаешь там вычет урона да вычет колледж ну что я сейчас достану дубинку час из-за спины что вы мне предлагаете мэйби такой мэйби вообще ой тут размножились неожиданно все изи сейчас еще если наши двое встанут сохраняться во время боя к сожалению никак но по крайней мере у нас есть с вами вся пати кроме танка какие они настойчивые ладно тролля мы допустим захватим да блайта мы тоже можем за за контроли это мы можем резуректом подняться ушиб глазу сверху надо подойти косяк серьезный косяк сейчас произошел у бобра что ли резурект да резурект у бобра ладно допустим тролля мы возьмем там же еще ауешная хрень сейчас может папа пара папа пам пойти да как то как то мне это не нравится так этот мой наверх было это тоже захватим что это такое хромота ослабление пофиг вообще блайт еще может и этого блайта тоже захватываем здесь чистый урон блайта мошки опять полетели танка даже не хочется воскрешать потому что он ну вы понимаете все у нас теперь у нас теперь получается 8 человек против одного в принципе победить можно защита у него не такая серьезная можно фаерболировать наверное нужно даже фаерболировать всех просто закидывайте своих урон отличный правда там сразу падает этот тролляк он это тоже ранен да мне этих тоже нужно постепенно мочить еще один фаербол очень хорошо жги дальше ой так тролль пришел в себя бобер его может вернуть здесь наверное стоит опять же вызывать масс нет вызывать массовочка скелета значит они они гуфнутся тут надо делать что-то более ничего не сделать тяжелое ранение хорошо хорошо захватывает мобер молодец при смерти древний дает изейший изейший просто босс изейший даже без танка можно справляться тут как бы отлично тяжело при смерти при смерти при смерти снова за ой вообще убили босса легко взрыв трупов еле-еле на самом деле сдуваем троллям блин блайт идет ах нету бобержес умрет а ребята не пугайтесь это всего лишь летающий камень еще минус один справимся справимся ступ 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 так эмм 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 все сейчас справимся точно и 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 так взяли награду надо смысле награду надо вернуться за награды привалов нифига нет я возвращаюсь домой сейчас надо наверно пока вы стоите я правда не знаю что за квест найдем скорее всего в как называется ну в город вот сюда вот в бухту непокорности заходим убери галку которая позволяет умирать героями только после ранения никогда хп заканчивается сразу так совсем не эпично получается не нормально я убил жителям далее 2 кстати дают за квесты то же самое вообще одно одно и то же по количеству что за первого что за 2 что за 3 не эпично получается бревно час бить не эпичная как бы кроватка нажми да щас щас оп что можно продать я хотел бы вообще-то купить но опять же здесь же нет привалов к сожалению поэтому ладно хорошо давайте вспомним во первых по журналу на чем мы остановились в плане квестов затяжные конечно 3 3 с половиной часовые сражения это интересно но надо двигаться вперед задание рыцарь-разбойник это найти нагрудник долгая охота это саппартийский квест хозяин глубинах это собственно бесконечные пути стойк время и волна тоже бесконечные пути эдер разорванная помолвка мы же закрыли этот квест мы закрыли квест странно что квест а да всем он неактивный всегда возле королевы свинцовый ключ в городе непокорности которые всегда возле королевы я узнала у мервальда что члены сенцового ключа поклоняются в вайдике управляющий помянул что букте непокорности есть храм скорее всего вот это основной так так путешествуем эту бухту непокорности с пятью что ли разными локациями я только начал изучать начал с 1 выполнил умерших выставок держал ваш кирилл картофель 100 рублей родной привет 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 я это не вывожу смотреть но поддержать хочется ну и картошки моей да я знаю уже все сразу привет конечно же да тяжело это испытание для меня испытание для зрителей тоже испытанием как школьника прессовать так башни башни давать бонус к восприятию давай еще бонус к восприятию отстраиваем постепенным школьник слева вроде был мне нужно пройти либо сюда в брейкенбуре либо либо первые огни а чисто визуально храм он скорее первые огни храм брейкенбуре что-то низкая здесь пристань какая-то и холм еще в любом случае лучше наверное лучше наверное на запад пойти гурди видит вас и снова начинает плакать это мы школьника прессанули чем вчера ой господи хорошо то как первые огни похоже же на храм правильно ведь герцогский дворец посольство храм вот он храм визу надо меня певчего он еще так кстати сколько скормил его лапчик крайне скоро у бобра так вообще что это такое камни этой древней башни почернели от пожаров вышивавших несколько столетий назад вокруг растут полевые цветы а башня выглядит так как памятник так да это та самая святыня которую мы искали вниз кажется спуск есть и кто-то ходит ночью бледный слава изгнанной королеве пусть она правит вновь и до свершится ее правосудие пришел выразить свое почтение былой королеве призрак парит посреди руин вслух читая молитвы и благословления хоть силуэт призрака меняется и клубится у него остается листу лицо старика и одеяние указывающее на богатство и высокий статус он поворачивается к вам ты кто а нет мне сказали что здесь храм воедикин опыта уйди это он маный образ хмурится вот эти варварские колонисты и сожгли его но дело служение той кто скрепляет глядва все равно живет и процветает эти ступени ведут в главное святилище какие ступени эти ступени конечно призрак указывает на непроходимую кучу обломков похоже там лежат не тронутыми уже более полувека святилище всегда было под землей прилегало к катакомбам поэтому пожар его не тронул расскажи как найти вход в катакомбу вход рядышком там в бухте непокорности есть несколько входов входов но я полагаю что легче всего попасть туда из коперлейна я там был я не не был в той части города уже давно но насколько помню вход расположен где-то возле южных ворот так и есть поистину жаль видит что местные сотворились местом поклонения ты в курсе что ты призрак прошу прощения это какая-то шутка из тех мест откуда ты родом я серьезно посмотри на себя он закрывает глаза массирует виски полупрозрачными пальцами сумасшедший дом вот чего этому городу точно не достает хотел бы побольше узнать королева среди богов она покровительствует законам и клятвам у всего есть свое законное место его идика тщательно за этим следим конечно не все это принимаются даже среди других богов ее власть под вопросом но вы идика также богиня памяти и мести и она помнит она вспомнит каждую обиду каждое прегрешение которое вернет когда вернет свой трон чем ты занимаешься вообще поклоняюсь вы идики королеве в изгнании той кто скрепляет клятвы я прихожу сюда каждый день чтобы предложить свое преданное служение его ли тебе появляется замешательство я более всего желают отправиться обратно в айдир но по воле императора я должен служить в этих варварских землях и я служу ты кто лорд адвелен рэкфальд 3 к вашим услугам я приплывал в дирвуд на одном из первых кораблей из айдира его туманные глаза наполнены нагадованием и в отличие от здешней деревенщины я сохраняю старые традиции до свидания так мы могли войти в кота комбы кота комбы и заходили туда еще из прошлого этого с прошлой локации можно конечно зайти пока в дворец ночью меня не останавливает прикольно вызов на суд отправиться герцогский дворец ой слушайте у меня же мне же проблему мне тут пытались отнять мое родовое гнездо на нору точнее я же see what i can find вот not bad поговорим поговорим приз пресветлая магран преобрази на своим пламенем фирга женщина склонила голову ее губы двигаются произнося беззвучную молитву подходя к ней вы замечаете что она посматривает настоящую рядом статуя она замечает вас и выдавливает из себя улыбку слава магран и добро пожаловать в ее храм могу чем-то помочь кажется ты чем-то огорчена что случилось подруга и и плечи тяжело опускаются дело в огнях да она кладет руку на ваши плечи его это всего лишь символы нельзя заключать в них всю свою веру восприятие 13 не не в каких расскажи подробнее что в чем дело она вздыхает священные светильники по всему городу должен был заметить статуи богини которые держат пустые лампады я поддерживала их горение в течение 15 лет уже несколько месяцев не удается их зажечь своими не удается зажечь своими молитвами а людям сейчас они нужны как никогда так сходи зажги их снова я вижу тут много огней они не они не так работают это святые огни она все еще руку с плеча моего не брала их горение поддерживает мои молитвы и служения но в последнее время когда я пытаюсь молиться у меня из головы не идут не идут пусторожденные появляющиеся по всему городу скорбящие семьи беженцы она качает головой как могла магран допустить чтобы мы так страдали как может что как может усилить наш народ ребенок без души стоит стоит призричным при презрительно ворчит разве несчастье или испытание сделают нас сильнее огни погасли потому что в ней недостаточно веры потому что она не знает как можно верить в шлюху шлюпкам не нужны него не воспевание не преданность им нужна оплата за их услуги и магран берет ее потом борьб потом по потом потом борьбой болью а это хнычащая идиотка недостойно женского жара магран слушайте я не понял причем тут шлюпка кто в теме по сюжету а он так охарактеризовал богини свою что такого да что такого действительно не падает духом и не теряя веры так быстро дальше объяснить если коротко у этого парня серьезные претензии к богине при этом он все еще в ней и или любят ну богиню видимо многие любили да не падай духом она кивает с надеждой сжав руки вместе ты прав и к счастью мне кажется что магран снова со мной говорит она хмурится и бросает быстрый взгляд в вашем направлении эмоциональные 2 некоторые вещи можно просто знать не совсем их понимаю если я не ошибаюсь то ты понимаешь о чем я я вообще тебя не понимаю последнее время ко мне приходит видение место в диком лесу с озерами заполненными цветными солнечными лучами странные водопады которые будто поднимаются в небеса хоть разбивая хоть и разбиваются с брызгами о землю она поднимает руки будто обрамляя образ своего видения а за водопадами пещера наполнена огнем и жаром и опасность и какой-то символ моей богини в ней я знаю там что то есть но где именно и как мне туда добраться она качает головой я хотела узнать в зале экспедиции не узнает ли кто это место по описанию только честно говоря я не знаю что делать даже если найду это место веселого тебя жизнь до бесполезно как многие поклоняющиеся магран боится испытания богини если магран и говорит с ней то только для того чтобы она скорее завершила свое бренное существование а это видение не сомневаюсь просто ловушка рассчитанная для слабаков я хотел бы знать больше об этом храме магран самая почитаемая богиня среди дирвусов поэтому неудивительно что ее храм стал частью дворца герцога ее огни символизируют испытания революции и освещают новые пути все это важно для нас очень важно для нас она указывает на статую это первый из священных светильников когда он горит то горят и все остальные в городе 6 еще в чем значение священных светильников они символизируют мощь и попечительство магран а сейчас жителям просто необходимо ощутить ее присутствие наши соседи в альянских республиках считают нас суверными но мы просто обращаем внимание на знаки и предупреждение богов до свидания далее а экспы кстати алтарь магран новая меткость меткость метность местность открыто вот это да где-то там алтарь это новое место неплохо у нас тут какой-то квест с герцогом можно пройти мне назначено я бобер вот он судья варан вот он и кажется маршал форвин это претендующий на так на всякий случай поставлю проход кого-нибудь ну мало ли что как я я же не знаю как диалог пойдет спасибо что пришли лорд повелитель огня хоть приятно когда так называет я уже некоторое время пытаюсь определить ваше местонахождение знакомьтесь это маршал маршал форвин военный советник эрла бадемара он будет свидетелем на этом судебном процессе попал он показывает настоящего ряда мужчину рад нашей встречи страж дорог ваша репутация опережает вас признаюсь вы наделали немало шумно среди знати когда восстановили к 1 а большинство до сих пор не знает что о вас думать перейдем сразу к сути законность вашего владения кое-дну а подставлена под вопрос эрл бадемар издал указ по этому поводу я уверен что эрл рассудил все справедливо дипломатичненько уже больше столетий стрелы заброшены я заявил права на эту землю сила оружие мое право законно принадлежит мне любому кто это будет оспаривать придется иметь дело со мной агрессивно пусть угрозами вы не добьетесь законом о признании ваших прав на кайдну а решение может вынести только эрл все прояснится когда прибудет лорд гадбин у вас есть какие-нибудь вопросы пока мы ждем что вы знаете об этом бэтмене гатмене хоть я и виделся с ним всего однажды у меня было достаточно времени чтобы распознать качество лорда орлерда гадбина или точнее говоря их отсутствие он наследник древнего айдирского рода который возник еще до войны непокорности его прадед роник гадбин был эрлом и энвуда во время войны пока его не лишили земель и не выгнали из дирвуда и энвуд когда дирвуд был всего лишь колонией айдира он состоял из девяти графств после победы над эйдирцами их последующего изгнания два графства были поглощены и границы изменились и энвуд был одним из этих графств хватка стала самым большим из семи графств после поглощения графства и энвуд существовавшего до войны она включает такие значимые поселения как новый хиамар хватка герейна позолоченная долина и конечно же кай дно у меня есть еще вопрос у меня больше вопросов вы безупречно выбрали момент вот идет лорд гадбин короче не зря оказывается я три часа мучил деревья потому что вот ровно вот сейчас надо было прийти потому что пришел бы ждал то два часа а так все четенько работаем собака не пусть он пропускает собака его мне нравится его меч богатый одетый мужчина уверенным шагом направляется к судье варину его рыжила рыжеватые волосы развиваются за ним словно флаг на легком ветру а стук каблуков доносится разносится по залу эльфийка с коротко стрижными волосами в темной мерцающей кольчуге следует за ним по пятам а затем останавливается рядом воу а может мы эльфиечку то себе в пати возьмем она без стеснения оценивающий разглядывает вас лорд гадбин давайте покончим с этой формальностью как можно скорее у меня есть другие более важные дела всем хорошо известно что кай днуа принадлежит мне по праву и где же этот самозванец тот что убил редриков мою родную сестру ее мужа а теперь хочет украсть мою землю где этот безродный наглец варин причащает горло показывает на вас взгляд этот мужчина и это лорд кайт но я думал это какой-то слуга лакей или носильщик аристократ условия не выполнен ну да поднять руку все у кого есть своя крепость поднимите руки давайте не стесняйтесь умный да давайте троллим имбецил надеюсь ты приятно провел время на нагло захваченной моей земле если будешь меня злить я подвешу тебя на самой высокой стене кай днуа когда мы закончим с этим делом судья читайте указ эрла имбецил вообще найс варин ломает печать на свитке и разворачивает его касательно вопроса о праве гадбина на владение кай днуа эрл бадемар считает что гадбин не уступал кому-либо этого права да ладно собака согласно закону кай днуа является законной собственность семьи гадбинов блин а я деньги вкладывал строил строил плотину свою я знал это говорит лорд гадбин смотрит на вас с победоносной ухмылкой я еще не закончил читать милорд гадбин закатывает глаза и дает знак судья по продолжать однако эрл признает что повелитель огня участвовал в восстановлении крепости кай днуа которая была заброшена и даже как сказали бы некоторые проклята на протяжении более ста лет прежде чем кай днуа будет возвращена семья гадбинов эрл постановляет что лорд гадбин обязан выплатить компенсацию в виде этого не будет гадбин хмурится и вызывающий скрещивает руки на груди милорд варин поднимает брови сумма вполне разумно предписание гласит что ваша земля будет возвращена вам если вы позволите мне закончить я не заплачу ни одного медика этому негодяю за свою землю которая принадлежала моим предкам думаешь я не понимаю намерений эрла халуй я другое прочитал он думает что может передать сообщение с этим оскорблением можешь кое-что передать этому сукиному сыну гадбин замахивается открытой ладонью а судья пятится назад подняв перед собой руки для защиты так ударить гадбина если схватить гадбина за руку довольным это ударить гадбина нос гадбина хрустит под вашими под вашим кулаком он отшатывается назад слезящимися и широко распахнутыми от удивления глазами зажимает месту удара ого это лучший юридический спор из всех при которых я присутствовал гориткана с большим отрывом лучший эльфика ловко выхватывает пистолет из своего широкого кожаного пояса и глаза расширяются в предвкушении лорд прошу вас нет нужды прибегать к насилию лорд гадбин смотрит вам в глаза несколько секунд его взгляд плает ненавистью я приду за тем что мне принадлежит можешь в этом не сомневаться идемте капитан эмери мы уходим он презрительно фыркает и стремительно стремительным шагом уходит прочь из зала капитан опускает свой пистолет и ухмыляясь пожимает плечами прежде чем последовать за своим нанимателем ну что можно сказать классно если он еще пойдет в атаку на меня ну не могу сказать что совершенно не ожидал такой реакции от гадбина хоть это и не ваша вина но боюсь у вас появился сильный враг у меня были враги и пострашнее надеюсь вы правы варен слегка улыбается ооо мне что-то дали в любом случае кайд ну а теперь официально принадлежит вам поскольку лорд гадбин отверг указ эрла он протягивает вам скиптер насыщенного синего цвета который словно целиком выточен из сапфира вот это принадлежало одному из старых лордов кайд ну а скиптер теперь ваш по правам дать косарь вау что можно дать тысячу золотых и отправить лорду гадбину в качестве знака дружбы пошел он скажите гадбину что если я поймаю его или кого-нибудь из его подданных на моей земле их казнят так нет как не убедительно передайте приглашение отобедать со мной в залах нам нет нужды враждовать я пожалуй надену просто ранец на пункте духе приятно было наконец-то встретиться с вами милорд варен кланяется возможно мы сможем поговорить снова в более приятных обстоятельствах до свидания бавили деле огня лови лапчик поговорить судьей выполнено все опыта полторы тысячи у меня немножко есть навыков 21 штука в запасе я возьму выживание для того чтобы а нормально сила четвертого уровня сосредоточение 40 требует сайферы следует разум и душу противника находит сильные стороны его защиты и ворует их вытягивать часть вычета урона цели передавая такое же количество сайферу в виде бонусу короче вычитаешь 7 урона на 22 секунды не так много психическое копьем пронзает цель копьем чистой силы нанося большой колющий урон не такой же большой 43 52 а цель плюс длина это а у ешечка ребят заходит всем на линии атаки с высокой вероятностью создания упреждения типа пред да я два могу две силы выбрать две силы две блокировка боли устанавливает союзнику психический блок на боли обеспечивая бонус к вычету урона постепенно восстанавливая выносливость для танка конечно классно вычета урона плюс 10 и выносливость плюс 143 136 капец вот это да на полминуты это такая дичь это полностью танка просто поднимает полностью у него выносливости меньше сейчас где-то у него 110 120 плюс еще вычет урон десяточка то есть его в принципе пробить становится нереально безмолвный крик создает психический вой в обозначенной области оглушаясь или наносят чистый урон всем врагам в области действия гу аагалюши господи чистый урон карл чистейший ау е чистый урон с оглушением безмолвный крик сто процентов дикая пиявка присасывается к одной из психических характеристик цели истощает представляет соответствующий бонус сайферу влияет на случайную характеристику но это рандомчик такой с одной стороны можно вытянуть с одной стороны можно и попасть сквозь грань союзник внешне принимает форму духа увеличивается подвижность большая часть критических обычных легких попаданий преобразуется в менее серьезные и и и а это дебафф это на на врага я понял почему союзник а для союзников это типа сейфа белка что ли а зачем нужна такая леса короче безмолвный крик и блокировка боли а это защита от всего безмолвный крик точно я думаю либо психической копей либо блокировка боли наверное все таки безмолвный крик круче потому что тут урон не чистый и меньше урон а там еще сабилки короче блокировка топич главное сейчас средоточение где-то набрать так налоги собраны бандиты унесли 300 вы заработали ок работорговец все еще там прислушивается к нашему мнению то два дня мы пилим 27 косарей есть я хотел в кота комбы пойти в кота комбы и пока выступ а основному а скиптор же точно я сам не видела группа ходил под до длс скиптор же дали вот он хирт хаван с стэн с урон дробящий меткость ой точность 15 урон 15 чистый урон плюс 20 процентов вот бэт связать душу а типа персональным он может быть ул 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 можно священнику было еще макта кастует часто это оружие прокачивается когда связаны у него довольно крутые бонусы будут естественно понял связываем салотом разорвать связь можно а вот нанести 200 единиц урона чистого по противнику использовать то есть он еще с абилкой и уровень повышается 0 из 200 и с ес ес неплохо скипетр бумага пассивка на жезл да я вроде а или в принципе классовая штука на жезл бонус малое кольцо точность кожаный доспех надо нанести суммарно 200 урона и перед катакомбами мужик с квестом окей короче я в катакомбы пойду там вроде бы был товарищ квестовый но он там свои опыты проводит но он мне не нужен мне нужно вниз спускаться лук убери у мага куда можно кстати катакомбы кажется здесь исполнением такого задания до предмета он перейдет следующая к чего новые бафы за имя понятно там кто-то стоял кстати ухода надо поговорить вот мимо дяди квестовый пробежал нормально все поэтому я вернусь еще так значит я не спускался вон в храм вниз в аидике но здесь уже вроде как все зачистил ну почти это вот а у ешечка с чистым уроном такая грязь мне как раз не хватало сайфером хорошие а у ешки как раз не хватало да я специально квесты игнорю ваш не мне не нравится когда говорят пойди возьми сделай то я же взрослый самостоятельный человек и упрямый у нас лава лап тут знание фразы новые испуг защита кстати от испуга от ужасом установить ловушку точность против противника входящих из боя нет ерунда испуг вроде хорош тем что если работает то метка снижается ну либо бафать своих длительность ужаса мне давайте дюжина стала против мощи святого наверное сейчас заменю в одну фразу в вот это вот так 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 старый мужчина в мантии перед вами висит призрачный образ мужчины присутствовавший при вашем пробуждении и заливающий бледным болезненным светом сырой коридор он оценивающий смотрит на вас и лапан пройти ты из крейтума мальчик мой его слова звучат в вашей голове эхом давно давно прошедших дней и вы знаете ответ задолго до того как его произносите будто он был всегда я там родился незаврядный народ действительно один из самых впечатляющих что мы видели если не считать наших городов многие выдающиеся люди вступившие в наши ряды выходцы из крейтума почему не дюйдите десанты джон и артур пить в наш орден я прошёл через темные времена и ни в чём не видел смысла все изменилось когда уже не пришел ко мне на родину есть честно говоря я не знаю Если твоя вера крепка, остальное не так важно. Ты готов принять клятву, готов сеять знания о богах среди заблудших и неверующих? Всегда готов. Что с нашим героем не так, ребят? Какой такой Крейтум? Откуда я? Что ты считаешь, что это пали? Левел аптон. Да, хорошо. Выживание единичка. Выживание двойка. Способности бойца. Седьмой уровень боец. Грация в доспехе. Штраф к скорости из доспехов минус 20 ерунда. Урон плюс 20 лесом идет. Урон лесом идет. Урон лесом. 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 Непреклонность. Полученный урон. Опа. Боец черпает силу в своем собственном неукротимом духе. Восстанавливает 50% выносливости, потерянной от атаки. От атаки. То есть, когда получаешь, да, преобразовывается в постепенное восстановление здоровья. 50% за 15 секунд. Уверенная техника. Ерунда. Искусный шквал лесом. Стойка стражи. Это уже старая. Ерунда. Выносливый защитник. С величиной точности уроном сбивает с ног. Нет, бесстрашие. Ну, с одной стороны, непреклонность крутая штука. Либо резисты, либо непреклонность. Это же способности бойца. Какие резисты? Или испуг ужас. Спасибо. Мне хватит хила по выносливости. И у этого... У этой обилки есть ограничения определенные в плане применения. В основном надо... Хотя, блин... 15 секунд. Довольно продолжительный промежуток такой. О, новый левел еще за ловушку. Маг апается. Так, у тебя ключевое это знание. Нет, механик у тебя ключевое. Друг. Четвертого левела заклинания появляются. Я вообще повелитель огня. Скорее всего, стена огня будет. И... Два с пыла. Вообще, с пылы можно действительно другие накидать. Путаница. Затуманивает разум, дезориентируя их лесом. Сдвиг измерений. Так, давайте я ненадолго отойду. Нужно в одно место сходить. Там еще ловлапы. Да-да-да-да, сейчас будет все. Пока посмотрите, прочитайте, потому что там что есть. Спасибо. Продолжение следует... 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 Согласен. Халява, короче. Ну все. Тут еще пояс, кстати. Бонус квоу огненного урона. А, у меня у танка есть уже такой поясок. Сейчас перепроверю. Но, кажется, вычета огненного урона как раз у него... Да, огненно-ледяной. Один в один, да? Да. Наверное, стойку надо дать. Поясок. Потому что он следующий, кто танковать, типа, может. Блин, как же классно-то, а? Так, еще же стойку левела получает. Вот ему, наверное, знание нужно дальше апать. Свитки будет юзать. А стойку просто дают 8 новых заклинаний. Запирание ворот смерти только в бою не дает серьезно раненым персонажам полностью потерять запас здоровья и погибнуть. При этом персонаж может потерять сознание, растратив всю выносливость. Предотвращение гибели 25 секунд. Классно-классно. Преданность для правоверных. Сила плюс 4. Точность в ближнем 20. В дальнем 20. Для врагов. А-а-а, минус точность. Минус сила. А-а-а. А у ее выносливость на 42а, это понятно. Обжигающая печать. Размещает магическую печать. Короче, ослепление, огненный урон, взрыв, мина. Сияющий маяк. Вызывает воображение ослепительно светящийся маяк, в результате чего враги в области 10 поручают штрафы ко всем типам защиты. Получают постепенный урон огнем. 106 огнем. Все защиты минус 10. Очень хороший дубав. В течение 11 секунд. Неплохо. Это контрудар или что? Триумф крестоносцев. Выносливость... Что? Придает союзникам праведное рвение, когда союзник в области действия наносит смертельный удар. Его выносливость восстанавливается. Выносливость плюс 224. За одно убийство. А сколько действует? Тут не написано, сколько действует. То есть область маленькая, но... Короче, надо Триумф крестоносцев делать на стойка и на танка. Хотя они редко убивают. Летание от незначительных воздействий, неисприимчивость к ослеплению, к хромоте, испугу, отвлечению, ушеломлению, дезориентацию, сбивание с ног, застревание и домогание на 25 секунд. Дает одному союзнику временную невосприимчивость практически ко всему вообще. Из базовых воздействий. На танка может помочь. Но ключевое, конечно, это преданность для правоверных. Баф сразу же. Спасение, выносливость и дебаф на врагов по точности плюс огненный урон. Ладно. Тут ловушки надо аккуратненько. Опа! При вашем приближении наемник внимательно за вами следит, держа оружие наготове. Что ты тут делаешь? Ты вроде не один из этих в масках. Интеллект 13. Расслабься. Как бы я знал, куда идти, если бы не был одним из них? Из вас. Он тщательно обдумывает, услышанный, затем кивает. Хорошо, заходи и найди Акалита. Он даст тебе задание. Скорее всего, их собрание в большом зале почти закончилось. Не знаешь, что тут происходит? Беспалево спрашиваю я. Дружеский совет. Не задавай вопросов. Просто иди и делай, что тебе сказали. А что это за место? Насколько... Он качает головой. Насколько я знаю, мы сейчас находимся под первыми огнями, наверное, под руинами храма. До свидания. Не задавай вопросов. Что вы тут делаете? Наемники, наемники. Акалит сегодня раздражен необычно. Похоже, один из его друзей в масках пропал в канализации. А, мы же его... А вот Акалит. Пресвятой огонь, ты меня испугал. Одинокая фигура рассказывает взад и вперед, постукивая пальцами по бокам. Бормоча что-то себе под нос. Увидев вас, он подпрыгивает на месте, приложив руки к груди. Он приостанавливается и наклоняется вперед. Где твоя маска, чувак? Вот оно что! А я чувствовал, что забыл что-то дома. Что же, внутри никто не должен видеть тебя без маски. Они повернуты на анонимности. Расскажи мне о собрании. Ты тут впервые, да? Ты маску продал вроде как. Да? Да, побеспаливаю. Я один из вас, что вы тут делаете? Да-да-да, там весь диалог был таким палевным просто, что... Акалит общается с каждым из нас отдельно, чтобы узнать, что мы делаем по старым заданиям и назначить новый. Он сдрагивает от смеси удовольствия и страха. Это уникальный процесс. Она сайфер. Поэтому может говорить с тобой без слов. Очень захватывает, пока ты не понимаешь, что она, скорее всего, с такой же легкостью может прочитать твои мысли. Что ты знаешь об этих заданиях? Он нервно смеется. Только то, что мне необходимо. Мы защищаем тайны богов, поэтому должны быть осторожны. Он машет рукой между собой и вами. Мы получаем указания от Акалита, как и она получает свои указания от кого-то и так далее, вплоть до великого магистра. Наше дело слушаться, зная как можно меньше об общем плане и друг другим. Расскажи об этих тайнах. Нельзя даже спрашивать, какие бы ни были. Недаром это тайны. Мы должны их охранять, а не знать их. Откуда ты знаешь, что делаешь правое дело, если знаешь так мало? Он фыркает. Это просто. Свинцовый ключ существует уже веками по благословлению богов. Захват божественной власти – дело рисковое. Примеров вокруг полно. Убив бога на войне святого, мы прокляли себя. А ересь анимантии только ухудшила положение. Попробуй заменить душу, неизбежно получится чудовище. Это все было предупреждением. Есть такие силы, которые нам просто не положены. Нам поручили важную работу. Это честь, но задание нелегкое. Одолжи капюшон? Конечно нет. Он хватается за край капюшона так сильно, будто вы собираетесь его сорвать. Акалит по-любому убьет меня, если подойду к ней без него. И я убью тебя, если не отдашь. Агрессивный. Ладно, забирай, только не говори Акалиту, что я тебе его дал. Изи. Как у ребенка леденец отобрать? Капюшон в Эдике добавлен в рюкзак. А вот наклоняется к тебе и цедит сквозь зубы. Ты, наверное, шутишь? Что ты тут делаешь? А, не у него мы спрашиваем. Я учил пароли. Отлично, сейчас еще пароли явки выбьем из него. Я помню эти фразы наизусть. Но начинаю сильно нервничать каждый раз, когда думаю о том, что их надо повторять Акалиту. Можешь потренироваться на мне? Хорошо. Он делает глубокий вдох, нагоняя воздух быстрым движением рук. Первый вопрос. Назови свое имя и цель. Ответ. Мое имя принадлежит богам. Богам. А моя рука всегда к их услугам. Второй вопрос. Чье общество ты ищешь? Ответ. Я ищу общество теней, чтобы наши дела остались тайны. Запомнили, пацаны? Акалит не тупой. Это не новопосвященный, это не Акалит. Дизистайл. Ты не следишь вообще за... Третий вопрос. Расскажи о своих обязанностях. Следить за тем, чтобы промыслы разумных и диких рас не потревожили тайных богов. Четвертый вопрос. Как мы узнаем твою цель? Вы узнаете ее из тысячи. По словам, по глазам, по... А, вы узнаете ее по призванию моего языка. Делам моей руки и клятвы моей души. Загадки на загадках и загадками погоняют тайны богов. Есть в этом некая драма, согласись. О, прости, продолжай, пожалуйста. Вопрос пятый. И как твоя клятва защищена? Ответ. Она закрыта на свинцовый ключ. Он вздыхает с нервным смешком. Не так уж сложно. Попробуй еще разок. Хорошо. Он делает глубокий вдох, нагоняя воздух быстрыми движениями рук. Первый вопрос. Ну ладно. Похоже, ты все запомнил. До свидания. Так, шапку забрали. Явки, пароли узнали. Можно двигаться до... А, не обворовали. Четыреста раз. Нормально. Ну, я готов. Только шлемак надо надеть, наверное. О, капюшон, вы идики. Оп. Заходим. Наемник, 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 наемник. А, лод запинается и подносит руку к колбу. Он делает неуверенный шаг вперед. Кашляет что-то бормоча. Назад, дурень! Этим демонам в капюшон у нас доверия нет! Лельф, соберись. Он кривится, восстанавливает дыхание. Ничего, я в порядке. Он снова кашляет. В любом случае, здесь задерживаться не стоит. О, зелье какое-то новое. Да, только я его... Выносливость 90 в течение... Перемещения нет. Урон вычет. Окей. Повелитель огня. За дверью вы слышите бормотание и напевы. Там происходит какой-то ритуал. Но единственный ваш способ маскировки сейчас используется. Войти в зал в одиночку. Но на мне шлема нет, к сожалению. Вы открываете дверь и уверенно входите в зал. У меня капюшона на голове нет. Глаза женщины сужаются под маской, когда он обращает внимание на ваше открытое лицо. Чужак! Ну, блин. Ну, я не мог на... Я же повелитель огня, у меня голова горит, понимаете? Я не могу просто так взять. Ничего страшного, сейчас справимся. У меня же новые заклинания, ё-моё. Конечно же. Пресси, а-ля, теро. Беги-беги-беги-беги-беги-беги. А-а-а! Так, давайте, может быть, я стойком... Не хочу выведения делать, потому что... Во-первых, я не достану до выведения. Это не большое дело. Бобёр. Держись. Так, бобёр вроде там подлечился слегонца. Я бы сразу сделал вот так. Вот так вот. Ну что, будем гримуарчик? Да, на себя нельзя юзать, к сожалению. Мужчина в накидке, мужчина в накидке, мужчина в накидке. До этого я не добегу. О, стяжечка пошла. Раз. Блин, тут один упырь мне мешает. Хорошо. Парам-парам-пам-парам-пам-пам-пам-пам. Это через шифт? Доброе-доброе. Итак, на развороте сейчас. Оп. Не надо. Стяжка пошла. Но я, к сожалению... Не, не к сожалению. Фаербол. Нет никакого сожаления. Работаем. Ой, бобер попал. Смотрите, сколько выносливости. И сейчас сверху еще вот так вот. Чистого урона, пожалуйста, с ошеломлением. Здесь, пожалуйста... Пожалуйста, вот так вот еще. Бах! Ой, как там больно! Как больно! А бобер-то чего тормозит-то? Застревание? Бобер, не надо так. Давай вот так. Сбивай с ног. Что-то мне не нравится эта тема. Вроде бобер с Кастанул. Как же хорошо там залетает-то. Еще фаербольчик. Как у вас на дела? Тяжелое ранение? Нормально. Какие крики, а? Еще разок. Опять там стягивает. Вон, прям прям... Ну, я имбу опять нашел. Опять нашел имбу и ничего не сделать. Вообще ничего не сделать, понимаете? На-на. Да, только бобру все равно хреново. Давай еще восстановление выносливости делаем. Давай, паралис. Ой, хорошо. Ребят, подходим, подходим, не стесняемся. Все. Женщина в накидке. У ваших ног лежит тело женщины. На ней темная мантия с символом, напоминающим ключ. Когда вы приближаетесь к телу, у вас захлестывает ярость. Голос мертвой женщины вводит в ушах, и ее сохранившееся сознание врезается в ваше. Ее сущность отзывается трепетом в глубинах ваших костей. Она заполняет пространство между вашими ушами и за глазами, угрызаясь глубже в ваше естество. Вы видите собрание мужчин и женщин в мантиях, которые похожи на ту, что она носила. Их лица скрыты за масками. По очереди они подходят к ней, той, которую знают как Акалита. Она кладет руку им на лбы, изучая мысли. Она проверяет их ритуальными вопросами, и они отвечают, что их клятва закрыта на свинцовый ключ. Она спрашивает у них о порученных им заданиях. Она дает им новый, и это без единого слова. Попытаться увидеть задание. Ее сущность пытается вскипятить вашу кровь, сжечь вашу память, расколоть кости изнутри. И все же между ударами вы замечаете вспышки чего-то другого. Башни, узника и руин. Вы направляете всю силу воли в одну точку, которая прикалывает бушующую душу на месте, как насекомое в рамке. Получив над ней контроль, вы можете исследовать ее и три мысли, кружащие внутри. Изучить мысль о башне. Вы верите угрюмый квартал, захудалые поместья, тесняться вокруг кладбища и древней башни. Хищные фигуры рыскают по улицам, а в башне мужчина склонился над странным механизмом. Вы не можете рассмотреть отчетливо, но что-то в нем кажется странным. Где-то поблизости вы видите женщину с раной на сердце. Вы понимаете, что у нее есть что-то, что ему нужно. Узник. Вашему мыслительному взору представляет величественное здание с трильяжами и плитками, стоящие на прекрасном бульваре. Богатые и просвещенные прогуливаются по нему, обмениваясь знаниями и монетами. Но там также есть место страдания и безумия. Где-то в его гнилой сердцевине сидит мужчина со спутанными волосами и острым взглядом. Он наблюдает и ждет. Он добровольный узник. Посмотрите на руины. Ведение колита переносит вас из бухты непокорности в селение с водяной мельницей среди диких земель. На табличке возле одной из дорог написано «Дирфорд». Несколько фигур, скрытых плащами, с капюшонами сбились в кучу. Внезапно в вашем сознании возникает образ руин. Два скелетообразных чучела по краям расщелены в скале. Отступите. Нетленный завет. Нетленный завет. Мне хоть и не удалось узнать настоящую цель деятельности свинцового ключа и личность члена, которого я преследую, но обнаружил несколько зацепок касательных деятельностей в регионе. Новое задание «Ждущий». Про узника, да? Акалит показала видение в месте страдания и безумия. Нужно найти этого агента, который... Этого агента и раскрыть его или ее замысел. Возможно, получу улики, которые приведут меня к разыскиваемой мной фигуре. Богатый район. Угу. Кто-то ждал. Добровольный узник. Через врата смерти. Господи. Загадочные руины. То есть три места, да? И обновление задания всегда возле королевы. Закрыто, кстати, оно. Песня Ткачихи добавлена. Окончание задания через три дня. Песня Ткачихи. Опыт. Плащ. У меня нет наемников. Нет наемников. Так, ну тут у нас мечи хорошего качества. Ключ. Еще немного лута. Все довольно просто. Изи. Просто изи. Можно было даже, учитывая количество хп, которое осталось, и особо не париться относительно дверного проема. Так, открыли. Это что такое? Ожерелье непокорности. Непокорности концентрация плюс. Ожерелье для рейнджера. Защита от заворожения. Концентрация 10. Я вот не знаю, что такое петля ловчего, но просто повышаю хотя бы защиту таким образом. Немножко денег. Выходим. Можно, кстати, мелочевку было убить. По пути этих всех послужников. Управляющая К1А получила письмо для вас. Арсенал Дургана. А где письмо? Давайте поговорим вот с этим привидением. Нет, не поговорим. Да, давайте я убью этих Акалитов. Потому что, ну... Ну, там все равно скучно. А у них лут. Зачем им... Он. Нужно лично прийти в замок для письма. Потому что наемников реально... О, да, вот они. Бедолаги. Давай сразу с тяжечком. А, нет, давай проверим все-таки этот гримуар. Вот они. Три заклинания у него. Выносливость. Столб веры. Который можно делать, получается, анлим. Анлим же. Так, давайте попробуем. Так, так. Потом так. Три, четыре. Пять. Шесть. Шесть. Да. Так оно и есть. Такая халява. Просто. Закончилась, правда. Но успел раз... Раз пять, наверное, скастовать. Ну, у них, правда, абсолютно, блин, обычные вещи. Давай так. Да и ладно. и хорош куда побежал куда побежал бобра сейчас убьете но он просто такой ситуации оказался до тяжелый прямо скажем тяжелый я могу бобра подсавить вот так добро бах и короткие выстрелы бац 57 к сожалению у них нет магических предметов я получается убиваю полегче сейчас еще ай бобра убили ну как убили он просто просто упал просто упал подскользнулся бедолага сейчас тут один последний остался откуда у него кстати этот шлемак два незадачливых охранника еще ужасно ужасная смерть так я могу через катакомбы выйти получить еще квесты в но вдруг там попутно выполним новобранец еврей с двумя капюшонами печально будет смотреть если адрового дракона арбузом паралича будет проходить печально читать спойлеры вот реально когда не очень адровый дракон паралич понял ты будешь печалиться я буду ржать просто над тем что ты заспойлерил как как можно адрового что во первых есть адровый дракона что его изи параличом убью уэйр гау это как фыву бы да можно прописать чем пошел школьника писала не менее я хочу сейчас поговорить с там с товарищем который рядышком стоит вот это вот вот это пожилой мужчина на прихрамывая шагает из стороны в сторону его глаза смотрят куда-то вдаль под ним видны мешки следы многих бессонных ночей кажется он общается с кем-то кого здесь нет а как ты сражалась двоих одним ударом вот эта победа у нас с тобой была с кем ты разговариваешь старик вздрагивает смотрит на вас ох моя клянусь огнем показалось будто я кого-то слышу он кладет руку на грудь пытается отдышаться что тебя беспокоит ничего просто воспоминания о молодости среди рейнджеров скверного дозора северного скверного северного дозора испытания и приключения почти с другой жизнью он качает головой в последнее время воспоминания о поражениях и опавших товарищах стали абсолютно живыми расскажи о воспоминаниях почти 60 лет прошло нас тогда знали во всем дирвуде мы думали что будем путешествовать вечно накапливаем медики и попадая в песни морщины на его глазах становится глубже но потом мы столкнулись с хелегом из тейна опа я знаю его он был волшебником чьи эксперименты по некромантии оставили за собой длинный след из трупов какие-то даже восставали из мертвых мы не убили его случайно от долины утешения до мир вуда мы отследили его когда он бежал в направлении вайлийских республик настигли чуть восточнее озеро утоплений утопленных гробниц какими же мы были глупцами весь наш опыт не подготовил нас к его жуткой магии наша численность ничто против его могущество если бы я был мудрее я приказал отступить но мудрее я не был боги не благоволили мне в бою потерял сознание когда пришел в себя мои рейнджеры мои моя раввина все погибли кто такая раввина моя подруга мой брат по оружию подруга брат и моя любовь о мы планировали путешествовать вместе пока не состаримся отличный план вообще путешествовать и воевать вместе до самой старости да отличный способ не пережить 35 лет называется после чего обязательно обосноваться где-то и жить в свое удовольствие с накопленных богатств тогда в молодости мы не представить себе не могли что у нас могут разлучить знаю это похоже на старческий маразм но я и слышу ее она будто у меня за плечом ее голос зовет меня во сне ночью я вижу как она блуждает под катакомбом под городом пытаясь выбраться оттуда каким бы глупым это ни казалось но никак не могу избавиться от мысли что она там внизу меня ждет я также ходил в катакомбы чуть не погиб тогда его голос дрожит в нерешительности если бы тест голым привет если бы хоть хотя бы половину если бы я был хотя бы в половину таким воином каким был в молодости я обыскал каждую могилу каждую нору а так я застрял в этом слабом теле меня убивает мысль что моя любовь там внизу а я не в силах ей помочь я поищу следы на юго-запад можно с другой стороны есть вход да 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 к сожалению у меня бобер никакой я бы сходил купил привал и восстановился еще у меня денег огромное количество 29 к в принципе можно купить что-нибудь стоящее там же помните кольцо есть один 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 прибавляющее или ну посмотрим хотя лучше выполнить квест не тратить пока деньги потому что у в магазине у братства стали да магазин круче поговори с аллотом насчет того что со мной произошло в катакомбах я должен был тебе кое-что рассказать раньше скрестить руки на груди ждать он складывает руки медленно потирая костяшку большим пальцем я не хотел причинить вреда я думал что я смогу это скрывать что решив вопрос с твоей душой мы также займемся моей проблемой у меня тоже пробужденная душа но в отличие от твоей она являет личность которая делит со мной мое ощущение и тело и появляется в самое неподходящее время он закрывает глаза стискивая зубы его губы дрожат и дергаются из-за какого-то внутреннего противостояния несколько секунд спустя он снова открывает глаза они влажные налиты кровью прошу прощения я пытался научиться контролировать изельмир я стал сильнее но и она тоже то есть у него две души он и девочка и расскажи мне об изельмир грубое бескультурное существо безрассудных порывов и ничтожных способностей она он мигает его выражение колеблется между порядком и хаоса болтает своим дерзким языком тогда когда должна слушать и в лице мелькает хитрая улыбка этот сильно быстро закипает тяжело его привлечь к чему-то а кроме книжек до чародейства шизофреник он кривится проводя руками по волосам у меня нет ее воспоминаний бэрос хотя бы от этого меня избавил но ее грубой манерой невыносимый хилспик хилспик what the fuck is that хилспик что такое хилспик пацаны это адольф господи я узнаю этот взгляд ой хорош раздвоение личности не есть шизофрения да надо погуглить ладно провинциалка из очень очень древних времен она обычно появляется когда я нахожусь на волосок от конфликта когда предохранитель перегорает я нахожусь на грани а когда она появляется она не пытается разобраться в ситуации просто действует думаю тебе нужно кое-чему у нее научиться чему научиться непристойностям он закатывает глаза и скрещивает руки на груди мне уже много лет приходится жить с этой деревенщиной от нее нечему учиться ничему культурному по крайней мере насупившись он смотрит в сторону слушай ты как баба почему ты не сказал мне об этом раньше он качает головой я научился держать ее в тайне очень давно тех у кого пробужденная душа сторонятся им не доверяют а после твоего общения с мэрвальдом уверен ты понимаешь причину он понимает взгляд на вас тебе нужно быть осторожным повелитель огня он сжимает губы в тонкую кривую линию всего лишь источник раздражения хотя он понижает голос заводит руки за спину небольшие подергивания рук выдают то что он нервно перебирает пальцы говорят в бухте непокорности есть целое учреждение которое посвящено изучению лечебных заболеваний да там все обкурены связанных с душой поскольку наш путь и так привел в этот город возможно стоит поговорить с кем-то посмотрим ничего не могу обещать он резко кивает избегая вашего взгляда конечно я понимаю пора двигаться дальше двуликий так можно снять комнату наемников здесь можно точно нанять во первых я хочу передохнуть во вторых я хочу последователь вайдена прибывает поисках работ не попал засаду вот намешались ваши патрули о круто патрули патрулят вам и print так наемник шестого уровня да ладно мужчина человек слугов варвар безумный сильный телосложенный невосприимчивый тупой а почему интеллект рекомендуемый это час что с ума сошел решительный ловкий айдир раб готов спокойный валера добро персонаж покинувший отряд вернется трактир черный гонщик позолочный в крепость в крепость хочу применить так это первые варвар минус интеллект а там нужен интеллект да еще один наемник шестого а сколько их нужно нет чтобы женщина человек нет женщина не человек а умауа чивауа чего варвар варварский клич интеллекта много нерешительная неловкая ладно пусть будет сильная телосложенная ничося так ловкая ладно старая наемник тружник тружник кухня отлично валера и валя так куда мне их отправить как как них как мне персонаж покинувший отряд вернется либо либо ваши если вы ее заняли видимо нужно нужно вот так вот наемники чтобы брать в отряд убирать если необходимо вернуться в крепость понятненько welcome welcome пам 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 не то не то а тут реально нет этих нет привалов есть припасы для привала через задание говорят через задание я назначить выполняет валера отлично настало твое время хорошо есть наемники назначаем отдохнули взяли двух наемников затарили припасы сейчас пора будем выполнить квест кота кота комбы фиминизм что кстати до воре главная белка варвара так что хорошо варвар вольером привет селечь так значит речь идет о духе да она в катакомбах могилка кажется была у меня где-то правом нижнем углу вот здесь вот зона такая с кладбищем кажется попасть в катакомбы найти раввину можете здесь кстати тут тоже склепа не пустовато не тут просто просто-напросто папа папа некромант сверху дает некромант это причем некромант вроде мужик был здесь мы освободили одного товарища может это могилка значит нижней части карты ничего может быть и да может быть и некромант а может быть в одной из вот этих вот могилок раз два три четыре сплетимся оп нет 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 и нет про некр это конечно спойлер был так забаньте просто и все стандбарда вон он там все живой ловушки определены кстати у меня же уровень повысился я могу попытаться разминировать их ты хелик далтон послал меня на поиски раввины он откидывается раздражается хриплым смехом изодранная мантия обнажает висящий на шее амулет и страшного вида рано спускающего спускающуюся шеи на грудь с каждым мешком на пол капает черная вязкая жидкость этот старый дурак еще жив надеюсь он не держит меня на меня зла за этот случай столько воды утекло он считает что раввина в катакомбах может и так если заберешь у мой дреда мою книгу заклинаний и вернешь мне эти все расскажу ладно и что я должен сделать когда анимансия приобрела определенную известность я переехал в бухту непокорности надежда что здесь моим исследованием заинтересуется работал в лечебнице брайк бурье уже несколько месяцев к моменту когда познакомился с моим он сплевывает не совсем сходились во взглядом скажем так дошло до того что угрозы бить убить друг друга заменили нам приветствие как видишь ублюдок свои угрозы исполнил он проводит неровным ногтем по своей сочащейся ранее всадил у меня в грудь кинжал пока я спал и выбросил мое тело в катакомбы ты себя ты выглядишь неплохо для мертвеца я сохранил разум и память при помощи энгвитанской магии не без предварительных приготовлений сейчас моя душа заперта в этой распадающейся оболочке мой дред лишил меня жизни теперь я запер днющем теле этот голод хранит все свои ценности в сундуке стоящем в лаборатории в том числе книгу заклинаний ключ так что отправляется в лечебницу брэкбры верни мою книгу помоги отомстить я верну тебя равину до свидания так добраться до лечебницы 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 лечебницам и 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 я и и и и и и и тлеющие остатки веры нет нет о белый переходит вар white марш арсенал появился прибыло письмо это коест кстати из-за дона важное дело вот можно сходить дальше после этого голос из прошлого да вот она до лечебницы лечебница брэкенбурри брэкенбурри может брэкенбурри вон брэкенбурри вниз брэкенбурри то есть мне переход надо сюда переходить в бухте вроде в бухте то дано брэкенбурри привет как же это круто что-то сам подаешь пример другим получаешь то что приятно смотришь кто по знаку зодиака я рыбка а кто вы по знаку зодиака пацаны отписывайтесь очень-очень важно смотрю на бочка особняк реймонд можно позаходить в общем то блин вот как пельчат как как сразу вспоминают с бельчатом рак краб да давайте молодой эльфа одет в яркую мантию такое впечатление что он готов ее сбросить вова он дергать за парчевый рукав и постоянно поправляет золотую цепочку на шее он смотрит на вас она отправила тебя чтобы выгнать меня из города можешь сказать и что никуда не пойду без моего медальона кто ты такой агрессивные 2 я сказала сериал что не позвал не позволю его продать и не отступлю даже перед таким головорезом как ты он выпячивает грудь и бросает взгляд на выход почему ты говоришь раз ты спрашиваешь ты точно не бить меня пришел сериал куртизанка из соленой мачты понеслась пацаны в даре ондры мы работаем вместе уже больше года я нахожу вельможи у которого больше денег чем ума заливаю его спиртным отправляю к ней они развлекаются сериал получает свою плату и немножко сверху господи тут такая очевидная но очень пошлая шутка про то что она ладно так он потирает пальцем то сотня медиков то какая-нибудь безделушка для нас это целое состояние эти вельможи даже ничего не замечают продолжай так вот мы всегда делили награду пополам до недавнего времени он сжимает губы сильно хмурясь неделю назад она сняла подвеску с какого-то вельможи это энгвитанский медальон почти бесценный да-да-да вы сесуалей почти да это священное священное реликвия для моего клана она с ней не хочет расставаться ни за какие деньги которые я мог бы ей дать он дергать золотую цепочку на шее даже если бы я хотел я не мог бы вернуться домой без нее сагане хмурит лопат сочувствия тяжелое положение серьезно в оба пара жуликов и воров вы не полу да так вам и надо тебе не понять ради чего мы сериал работали она-то работала ты тупо бухал он делает взмах рукой мне не нужна помощь чудо жака да пошел ты нормально нормально хорошо вельможи вельможи о good day stranger эл эблхарт скери он мужчины одет изящно но функционально его загрубевшие на солнце кожи и подвижные мускулы говорят о жизни проведенной в дикой местности добро пожаловать что перевод тебя в смоленую или в на смоленую все-таки бочку покажи мне меню блюдо из мяса дракона выносливость неплохо выносливость 45 сила 3 решительность 350 секунд но вас за одно блюдо платить 5 косарей это очень очень жирно давайте посмотрим вельможи вельможи повар спускай из подвал бандиты и главарь бандитов о дружи здрасте здрасте поговорим просто болтаю с моими коллегами думается надо их убить просто так давайте проверим нет репутация не сильно уменьшится если я начну сразу убиваем его ваншот пошел так 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 бабах бабах на них на пи у них на лицах было написано что они бандиты почему бы не сделать мир чут чуточку лучше разговоры да кому не нужны ну так я подошел попробовал поговорить но они ни в какую давайте посмотрим есть причем главарь и девчонка у них было ну они были изначально обречены в общем то страшно представить как ты играл fallout 2 нормально играл можем кстати поговорить если с бандитами связан этот тон где эти приключенцы которых нанять твое заведение сейчас про про кто ты картографом герцога несколько лет перешел перешел белый переход с полдюжины расы до свидания приключенцы понятно и ну вроде вроде все ровненько пойдем посмотрим что на втором этаже творится скорее всего с этими бандитами была какая какой-то квест или будет какой-то квест а я скажу о поехал уже убил так это все персонажи такие не квестовым о мэр вид мэр вид мэр вид рассматривает вас своими ярко накрашенными глазами потом она кладет ладонь на рукоять меча позвякивая свисающими с запястьями самоцветами мы ведь не знакомы так давай и не будем знакомиться что привело тебя в смоленую бочку мэр вид в удивлении сгибает бровь а сам как думаешь хорошее вино спокойствие и тишина она ловко подбрасывает монету к тому же скерриан не задает много вопросов ты не похож на местную я мореход она криво усмехается вдобавок я перевожу кое-какие грузы она касается большой сергей в своем ухе и что мне нравится в местных снобах так это то что они обычно слишком хорошо воспитаны чтобы выяснять подробности до контрабандисты это хорошо а вдруг они работали натальную полицию под прикрытием это их убил но они хреново работали в любом случае то есть если главарь бандитов уходит с одного выстрела это значит что они в принципе долго не не протянут так что будь предусмотрительным убивая сразу всех вдруг какой квеста ты хопа убил всех грамотно лава лапка жизнь я вроде не слышал нет нет лава лапа нет есть лава лап есть лава лапчик вот это важно кстати фуфу пока не буду ничего способности рейнджера есть защищающие было метку наверное отметка нас 34 секунды урон против отмеченных целей по боссам хорошо будет заходить животный спутник мощный полет опа каждый дальний атака рейнджер имеет такую сушь сила пробивает первую цель насквозь поражает стоящую за ней ничего себе пассивочка очень даже неплохо непонятно насколько меньше урон наносит но тем не менее заваливание лесом отклонение от стрел да вот кажется не было мощного полета я наверное возьму мощный полет давай так хорошо так здесь у меня два квеста сначала заходим в особняк в особняк реймонта я человек простой вижу возможность атаковать такую да 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 бань три бандита главарь бандита все в подвале идеальной ситуации с ними не поговорить конечно охранники слуги что за мажор тут живет особняк такой серьезный о линит реймонд отец никогда не читает он всегда занят своими книгами знакомое имя где-то он уже встречался лорд реймонд полкам лорд реймонд держит список грузов своих хорошо ухоженных руках несмотря на его дорогую одежду у него землянистый цвет лица и вид неутомимого трудоголика если у тебя ко мне дело запишись на встречу через моего помощника у меня нет времени на неожиданных посетителей расскажи мне о себе он встряхивает листы своих руках я хозяин этого дома и не склонен к пустой болтовне если у тебя нет дела ко мне то предлагаю тебе уйти он не поднимает взгляд от бумаг да нет дела нет нет реймонда не не менее нет я про то что квест не взять пока не будем его убивать я сюда пришел не за этим хороший тут город спокойно так дом хадрата вот сюда нам надо еще сходить дом хадрата дом хадрата я помню как фоллауте ради патронов мы мирную деревеньку вырезали но не было видимо патронов я помню как потом сказали о чем и мы ничего сами виноваты нельзя столько добраха ну они просто заметили что я ворую видимо и так агент ничего себе тут агентурная сеть серьезная велкам каран мужчина орлан окружен книгами и свитками его волосы стоят почти дыбом он настораживает уши при вашем приближении ты несешь шепот кает ну а позолоченная долина действительно старые голоса да и угадает и сайфер какой как и я он улыбается обнажая ряд острых как кинжала зубов ты предполагаешь что должен знать точно мои собственные скромные способности позволяют предположить что твои намного внушительнее они бы здесь очень пригодились его уши слегка опускается к сожалению моя работа на леди веб требует чтобы я сосредоточил свои способности на другом что привело к тебе тебя в дар не троу мне кое-то почитать а то я что-то вообще не туда окажись похоже тебе не помешает помощь качает когтистым пальцем к сожалению я не вправе обсуждать свою работу только для состоящих в дар не троу гражданский должен заслужить доверие леди веб чтобы я мог с ним поделиться чем-то так занят широким смахом маленьких покрытых мехом рук карен показывает лежащие перед ним бумаги пусторожденные растущие беспорядки вездосущие политические интриги когда так много пропавших душ пропавший пропавший без вести наименьше из проблем наши дни о своих способностях я ищу связи душ занимаюсь поиском утерянного недостающего или нежелательного понятно до свидания так короче мне нужно добраться до некой лечебницы для начала это не лечебница не лечебница это лечебница наконец-то для того чтобы хелига волшебника который убил понятно для того чтобы достать его флиант заходим заходим для майкер совет будет пыткой никого убивать нельзя а только болтать 20 минут спойлер так верно анимансер новая запись в дневнике вот кажется душ этого человека разорвал на части биоак как видите пациент не реагирует на на стимулы это часто явление после травмы души маленький камень колбу пациента прикладывает он часть его дышу удалось восстановить возле его тела мы использовали этот камень освин ты слышишь меня освин глаза пациента медленно открывается на и появляется выражение дикой паники к сожалению длительное нарушение взаимосвязи ведет необратимым побочным эффектом пациент становится более возбужденным он кряхтит стонет дергая связывающего крепления продолжив наше исследование мы уверены что сможем восстановить таких пациентов как косвен понятно да верно охранник вельможам еще анимансер 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 и так мне похоже сюда несчастье говорит я слышу тебя майкер привет несчастье о белла седж hello женщина расхаживает взад и вперед погружаясь ногами в мягкий красный ковер она жестикулирует и бубнит себе по дну скачать головой при изучении страниц заметками она почти врезается вас экоси на так аси выкуси ну вот как я усердно обдумываю свои исследования что даже не замечаю стоящего передо мной чем могу помочь я ищу специалист по пробуждениям она горько смеется ак это я хотя из-за нехватки испытуемых я стала скорее специалистом по по счету половиц я бы хотела перенести успехи анимансии в поддержке душ до пробуждения на помощь тем чьи души были уже были пробуждены но мне нужны испытуемые и большинство здешних пациентов находится в слишком плохом состоянии чтобы с помощью можно было получить надежные результаты это такое несчастье приехать так далеко по на пресс ну тебе повезло у тебя есть доброволец она приподнимается на цыпочках джеларды кто это губы алота неодобрительно искривляются ничего об этом не знаю она улыбается еще шире не валяй дурака процесс совершенно безвреден тебе нужно просто встать в эту клетку с шипами прошу прощения шутка вы айдерцы такие серьезные я даже не знаю для чего нужна эта штука и использовал предыдущий обитатель с этого кабинета теперь они перевели его в более просторную камеру снова шутка она потирает руки приступая к делу и так садись здесь она берет алота за плечи ведет его к кушетке постарайся расслабиться но не старайся слишком сильно потому что тогда ты будешь напрягаться верно а еще тебе нужно надеть это немного холодный но медь хороший проводник для твоей сущности анимансер охватывает толстый медный обручен на лбу и кистя холота когда она затягивает их его лицо поддергивается от подавляемого раздражения вот теперь я защитываю душу через свой прибор она тянется в ящик стола извлекая длинную разделенную на отсеки трубку рукоятки держись а лот держись рукоятки минус камрада да 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 рукоятки переключателей маленькие зубчатые колесики покрывают поверхность устройства он оснащен линзами из адры разные толщины и кривизны манипулируя ими я нахожу углы и плотность который позволит выявить аномалии в твоем теле господи как захватывающий никогда такого не видел говорит канна она смотрит на устройство с интересом похоже на достаточно сложные это значит что мы сможем говорить с изельмир мне нравится эта леди говорит эдер была сэдж поднимает палец но сначала нужно найти этого хитро на незваного хитрого незваного гостя ты ответишь на некоторые личные вопросы пока я выполню настройку сагане похлопывает по руке и переживай уверена что мы ничего не услышим а лот ерзает на кушетке хорошо она подносит прибор с трубкой глаза и щелкает переключатель начнем расскажи мне что-нибудь личное что-нибудь из времени до твоего пробуждения рассказывать нечего я был обычным ребенком жил цитвуде он смотрит на вас через застывшую на лице гримасу недовольстве все также с через застывшую на лице гримасу недовольстве все все же просвечивается тревога я расскажу о своих родителях говоря салотом вы чувствуете голос будто звенящий вашей груди это тихий колокольный звон который заманивает его в туман собственной памяти похоже было сэдж ничего не заметь не замечает но вы чувствуете будто ваши слова разглаживают его сущность в виде гномика распугивая распутывая множество юнити он закрывает глаза матери почти все время не было дома она была с семьей сейна но я всегда знал когда она возвращается домой бутылки моего отца накапливались как грозовые тучи на горизонте его вспышки гнева становились все резче и агрессивнее а фаербол не пробовал он до сих пор стыдится что ее хемник с другим мужчиной приносит семье больше чем его труды в качестве управляющего хемник всем хемник пацаны что такое хемник ладно хорошо я начинаю видеть что-то продолжай расскажи мне своем пробуждении она прикусив язык от усердия крутит одну из ручек на я на пятом году обучения мать дома я могу немного расслабиться потому что когда она рядом она обычно злится только он обычно злится только на нее добрый какой сынишка но он услышал что у меня были трудности создания магических стрел что мои огненные щиты неустойчивы но это вообще косяк он в ярость от моих неудач и присутствие матери напоминает ему что он тоже потерпел неудачу слушайте у нас типичный типичный эльф из проблемной семьи вот столько этих эльфов мы уже повидали вот отец пьет мать гуляет опять же сказывается это на сынишке он естественно плохо учится даже обычный огненный щит нормально скастануть на себя не может ну проза жизни первый удар застигает меня врасплох я подметал кухню и вот уже валяюсь на полу оцепенела разглядывая брызги моей крови на плитке его ботинки блестящие свежим воском тяжело стучат по полу он пинает меня в живот и я скручиваюсь чтобы защитить свои внутренности но это бессмысленно защищая одно и оставляю открытым что-то другое о поп все еще сжимаясь на полу я удаляюсь так быстро как только могу инвиз каменная кожа ну вот мир ремейдж ну что нибудь скастуй двоечник я удаляюсь до тех пор пока кухня и мои собственные дрожащие колени не становится всего лишь а крапинкой во тьме стрелы неустойчивы сына щиты неустойчивы да 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 мадичо ничего все белосэш яростно крутит рукоятки в своем приборе он загибнетизировал себя своим старым воспоминанием тебе нужно его оттуда вывести так я вывожу ребят я вывожу быстро у меня почти получилось ребята так потрясти за плечи агрессивный великоду рациональный агрессивных дать по щечину на лища ваша выпрямленная ладонь находится в нескольких дюймах от его щеки когда рука резко поднимается и хватает вас за кисть глаза а шо-то распинал извините а лота распахивается на выражение в них ему не принадлежит в следующий раз я эту твою клешню воу воу игра что-то знает оторву так пользуясь случаем я хочу передать привет разработчикам я знал что блин ах ты скотина собака пес эй вон она как дела из изельмир белосадж делает глубокий вздох сквозь зубы вот оно я вижу изменение в его сущности что-то распространяется сгущается она бросает на вас взгляд поверх приборах я не могу перерыв поверх прибор а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так Продолжай говорить Похоже, он на тебя реагирует Что тебя привело сюда? Треск костей и яростные голоса Это чувство, которое словно Теплая патока опускается по кишкам Когда кризис близок Нам это понятно Бельфетто У нас есть проявление совершенно другой сущности Надо было сразу с акцентом Белосейдж, Бельфетто, Карбонаро Что-то такое, да? У нас есть проявление совершенно другой сущности Она делает беглые заметки На лежащих поблизости страницах И стреском поворачивает одну из рукояток прибора Ааааааа Теперь попробуй сделать так чтобы они опись оговорили. Так, Ашот, спроси Изю, что она делает. Лицо Аллоты искажается от ярости. Сорняк, липучий, гнусный паразит. Он внезапно раздражается смехом. Это ты говоришь своему возбужденному отростку, когда он тебя подводит. Господи, они... Да. Эдр ухмыляется. Тяжело, наверное, знать, что в твоем теле все время сидит женщина, которая постоянно судит твои поступки. Хорошо, да, очень хорошо. Она отвлекается от своих заметок, чтобы отрегулировать прибор. Теперь я вижу две отдельные сущности, место, с которого он отступает, заполняет другая. Будто пробужденная душа заполняет пространство, которое он оставляет пустыми. Она делает жест вращением кисти, все еще держа перо в руке. Продолжай. Ашот, ты даешь место, Элизимир? Он сильно сжимает зубы. Я ей ничего не давал. Она захватывает мое тело. Ага. А я ему даю мужество. Спроси, что я сделала с его стариком. А, понятно. Короче, типичная проблема. Он все-таки минуснул своего отца, не выдержал этого. И сделал... Это классический случай из психологии. Когда человек не способен совершить какой-то серьезный поступок, или, например, он его совершает, и он не укладывается это в... Ну, короче, он создал вторую сущность. Нет, наоборот. Он сначала убил отца, потом этого не вынес. И... Нет. Нет. Она росла постепенно. Как гнев. Как... С одной стороны, было понимание, что надо мочить. С другой стороны, он... Такой он этого сделать не сможет. И поэтому... Пришла Изя. И она как бы... Как отдельно... А потом он борется всю жизнь. Ну, короче, да. Понятно все. В последний раз... Да. Спроси, что я сделала с его стариком. В последний раз, когда он наложил на нас руку, я сломал ее в трех местах. Алло, дергай головой. Это не твое решение. И никогда им не было. Как и пробуждение. Но теперь я с тобой застряла. И будь я проклятой, если позволю этому слабоумному потопить нас обоих. Ак. Очень хорошо. Она пускает свой прибор и сверяется с записями. Думаю, наконец-то у меня есть что-то, с чем можно работать. Я отследила сущность Ильзельмир при обмене. У нее был аномально высокий индекс плотности во время наиболее напряженной части их спора. И ее сущность наиболее отчетливо локализовалась в нижней части грудной клетки исследуемого. Это прямо возле селезенки. Будут резать сейчас. Что очевидно означает, что ее появление провоцирует черная желчь. Вне всякого сомнения, виной всему присущая субъекту меланхолия. Алло, моргает. И среди всех превращений вы даже не можете понять, кто сейчас смотрит на вас его глазами. Это дерьмо собачье. Черная желчь? Да. Они немало ее разбрызгали. Кана с недоверием изучает Ашота. Объяснение проще, чем я думал, с учетом всего. Она пристально глядит на него. Да, конечно, мои годы обучения не имеют значения. Я так понимаю, у тебя есть объяснение получше? Так, Эльзимир появляется, когда Аллот в опасности или находится в стрессовой ситуации. Верно. О, если ты права, то вырезать у Аллота селезенку, это поможет его излечить. Нет. Задумчиво почесывает щеку, переводя взгляд между вами и Ашотом. Я думаю, это может быть так. Она делает еще одну заметку. Мне нужно сфериться с другими результатами. Он снимает медный обруч. Хорошо, рад за тебя. Но что мне с этого? Надо было резать. Велосочек хмурится, рассматривая свои записи, стучит пером по щеке, всем видом показывая свою сосредоточенность. Но вы замечаете ее взгляд украдкой поверх страницы. Ну, типа, она не справится без нас. Эльзимир пытается получить контроль над тобой, когда считает, что ты не можешь справиться с проблемой самостоятельно. Верно. Она оказывает тебе услугу, разобраться твоим отцом, не так ли, думаю, она пытается помочь тебе построить. Надо примирить эти две личности, в конце концов. Вмешивается, когда решишь, что в опасности пока не... Давайте двоечка. Если бы ты вслушался хотя бы в половину того, что я слышу от нее, ты бы так не говорил. Он хмурится, но взгляд его выражает задумчивость. Мне нужно многое обдумать. Все равно спасибо за твою помощь, повелитель огня. Не зря я так назвал персонажа. Ой, не зря. Он не смотрит на Белоседж. Неплохо 3К опыта дали. Она опускает свои записки на стол и возвращается к прибору. Что ж, я надеюсь, что это было полезно вам в такой же мере, насколько было полезно мне. Наконец-то у меня есть достойный публикации материал. Ты станешь любимцем врев... Риво. Фентре Алот. Его гримаса превращается в кривую улыбку. Ага. Продвижение справедливых принципов анимансий. Ты что всегда хотела? То, что ты всегда хотела. То, что ты всегда хотела. Господи, тяжело с этой патией. Все психи какие-то. Поворачиваясь, чтобы уйти, вы краем глаза замечаете быстрое движение. Белоседж напевает про себя. Вы все еще занимаетесь... А, все еще занимаясь прибором, а Алло держит в руках ее записки. Он как раз собирается спрятать их в плащ, когда ловит ваш взгляд. Он подносит палец к губам и широко раскрывает глаза в просьбе. Пожалуйста. Не хочу, чтобы мою личную информацию публиковали. Особенно после их... После ее взора. Так, ну... Нет, ты получаешь свое объяснение. Получаешь результаты исследования. Такая была сделка. Не впутывай меня в это справедливо. Сделаешь, что я обманщик. Нет. Я не позволю тебе сделать. Я не позволю тебе этого, особенно услышав, как... Честный. Он кладет бумаги обратно на стол, разочарованный, смотря на вас. Я не буду помогать тебе это объяснять громотей. Миссион комплейт. Двулики-то мы закрыли. Да, закрыли. Так, ну у нас же еще здесь задание в лечебнице по... Ой, ключ нужно. На всякий случай забери у него нож. О, Мойдрэд, это же он. Анимансер лихорадочно покрывает... И сундук рядом стоит. Покрывает неразборчивым почерком свиток пергамента. Его свободная рука танцует в воздухе, отчитывая невидимые предметы. Его губы движутся в беззвучном рассуждении. Когда ваша тень падает на его свиток, он поднимает на вас взгляд, в котором смешано недоумение и раздражение. Чем могу помочь? Он выдавливает из себя вежливую улыбку. Имя... Блин, как же ее завалит. А, имя Ибрагим. Тебя о чем-нибудь говорит? Мойдрэд вздрагивает. Ибрагим, он же был, то есть, он мой коллега. Прекрасное имя. Аллах Акбар. В основном он занимается некромантией, но и анимантией тоже. Он работал в лечебнице несколько лет. Осмелюсь сказать, что все здесь слышали о нем. Он недавно ушел со своей должности. Думаю, он отправился искать новые возможности в Альянских республиках. Декон тут в катакомбах. Упырей разводят. Их последние успехи анимантии весьма впечатляют. Уверен, ты слышал. Что у них такие кабинеты? Наверное, нет. Я слышал другую. Тебе знакома женщина по имени Равина? Нет, я редко выбираюсь из лечебницы. Насчет Хелега. Я слышал другое. Он сдвигает очки на кончик носа. И на что ты намекаешь? Если это шутка, то уверяю тебя. Она очень безвкусна. Сила 13. Похрустеть коштяшками пальцев. Я ни на что не намекаю. Деликатность не мой стиль. Ты не посмеешь? Кхм-кхм-кхм. Обычно смею. Постой! Мой дред бросает на вас злобный взгляд. В этом нет нужды. Признаюсь, я убил этого зверя, потому что больше ни у кого на это не хватало духу. Он был безумцем. Годы извращенных экспериментов калечил здоровые души. Пытал... А, годы извращенных экспериментов. Калечил здоровые души. Пытал больные души. И ради чего? Он выдирал сущность из гланфатанских бедняков для собственного развлечения. Он делает взмах рукой. Если бы местные жители знали хотя бы о половине его злодеяний, они бы сравняли это место с землей. Он стучит пальцем по столу. Он использовал лечебницу в качестве прикрытия для своих больных наклонностей. Он опозорил нас всех и подверг на все научное направление риску. Я ни о чем не жалею. Он успокаивается, рассматривает вас. Вот. Теперь ты знаешь эту скверную историю целиком. Так. Душа Хельга вернулась в мертвое тело с помощью темной магии. Он жаждет мести. Не сомневаюсь. Но теперь ты понимаешь, почему я его убил. Почему кто-то должен... Почему кто-то должен был это сделать. Если он послал тебя, могу только надеяться убедить тебя, чтобы ты вернулся и умертвил его окончательно и бесповоротно. Книгу заклинаний гони. Он хмурит лоб. Его книгу заклинаний? Что этот безумец тебе наговорил? Он сказал, что ты хранишь его в том сундуке. Он берет ключ, дрожащий рукой. Испуганно поглядывая на сундук за вашей спиной. Тебя обманули. Там нет книги заклинаний. И Хелик не рассчитывал, что ты ее найдешь. У этой мерзости неутолимая жажда крови. Он вздрагивает. Спасибо, что отказала ему. Надеюсь, смогу убедить тебя, чтобы ты вернулся и умертвил. Стоп. Подожди. Собрал насчет книги заклинаний, у меня ее нет. Если то, что я рассказал тебе об этом злом, коварном мужчине повиял на тебя, не знаю, что сказать. Можешь доверять... Сундук. В углу лаборатории Моэдреда стоит большой, видавший виду сундук. Похоже, в нем находится что-то важное, хотя бы из-за его впечатляющих размеров. Изучить сундук. Ничего примечательного, за исключением большого навесного замка спереди. Чтобы анимансер не хранил здесь, он не хочет показывать другим. Открыть сундук. Сундук закрыт на тяжелый замок. Он слишком крепкий, чтобы его можно было разбить. Нужно найти ключ. Нет, я что, отдал ключ ему? Яну, бас, ключ отдал. С дерева давай, говорит, грузись. Просто осматриваюсь. Сундук. Отперед сундук. Вы берете ключ, полученный от Хеллига, и вставляете его в замок. Он идеально подходит, поворачивается с громким щелчком. Потеряли. Продолжить. В сундуке нет ни книг заклинаний, ни сокровищ. Вместо этого вы встречаетесь с диким взглядом и зубастой пастью чудовищного человекоподобного существа. Его внешний вид искажен костлявыми выступами и кошмарными когтями. Продолжить. При первом же движении вы распознаете нечеткую фигуру девочки, искаженную... А, это та супругая, да. Удлиненными уродными костями серой кожи. Существо рычит и выпрыгивает из сундука не к вам, а к Мойдреду. Мойдред не успел и вскрикнуть, как она разгрызает ему горло. Ну понятно. Конечно. Тут все закрыто. Да я не буду. Короче, получается так, что... Мы два квеста выполним, в общем. В черном ящике, да, оказалась жена того путешественника. Пьется его разочаровать. Может быть, можно было ее как-то расколдовать. А книга-то где? Да, книга... Книга... Странное дело, книги нет. Говорю, здесь парень не соврал, что книги не было. Я понимаю. Не понятно, почему он тусовался в сундуке. Да кажется, просто это план был того, некроманта. То есть он со своими экспериментами... Ну, короче, хотел его просто убить. Таким вот образом отомстив. Меня использовал для того, чтобы это случилось. А, это не жена, говорят? Не жена. Даже представить не могу, почему Миша решил, что это была жена. Но она же умерла. Девочка, а не женщина. Сигани, это твоя кокс-байка? Так, песнь Ткачихи. Пестрая одежда, которую изготавливает Ткачиха. Известна во всем тело. Так и не нашли. Валера встретился с удивительным сопротивлением при поисках Бонисетты. Те, кто взял Ткачиху в плен, явно хотели сохранить... Блин, приключение Валеры. Валеру ж мы на миссию отправили, и он тут отчитывается. Два незначительных предмета. Один предмет... Опа! Плащ комфорта. Вычет урона плюс 3. Все защиты плюс 5. Максимальная выносливость 30. Офигеть! Так, по повелению графини Спирента команда валианских криптографов пыталась расшифровать фрагменты сообщений, скрытых в плетении Бонисетты. В свою очередь, Валера ознакомился с их зацепками. После низких жестких, жестоких боев с хорошо обученными наемниками, Валера добрался до места заключения Бонисетты ткацкого цеха в окрестностях Джирары. В вайлянскую текстильную компанию, похищавшую ткачих в немедленно изгнали больших и малых. Благодаря вам за спасение циткала заговоренный плащ, чтобы Валера вернулся в Кайл Нуа в целости и сохранности. Класс! Валера! Красавчик! Просто красавчик! Валера вообще топчик! Надо у него плащ забрать. Так, давай сначала... Сначала к этому сходим. Валера вообще, вообще, топчик! А плащ хорош! Вычет урона 3, все защиты плюс 5 и выносливость 30-ка. Так, ну я этого некроманта буду мочить. Ну он некрасиво поступил. Сказал, что там книга есть, а книги, оказывается, нет. Убью его, сдам квест тому мужику. Задание для наемников висит? Да нет, это... Работорговец там пытается, по моему совету, без припасов... Короче, вряд ли у него это получится. Ну что, козлина? Я открыл сундук, если ты об этом. Он упирается на стол и наклоняется к вам. Расскажи мне все, какое выражение было на его лице, как он кричал. Он закрывает глаза и всплескивает узловатыми ладонями. Хочу насладиться всеми подробностями. О таком мы не договаривались. Где твое чувство юмора? Его плечи трясутся от смеха. Ну хоть... Ну, хоть я насмеялся вдоволь. Вот твоя награда. Он снимает амулеты, дает вам. Тебе нужна была раввина? Так вот она. Очень удобно, можно носить с собой. Он снова смеется. Она была прекрасным воином, а теперь ей душа заключена в этот прекрасный талисман. Он служил мне хорошей службой, но теперь мне интересны более значимые проекты. Как почти все в этой жизни, он достанется будущим поколениям. Делай с ним все, что хочешь, можешь даже отдать этому старому болвану Далтону. Он пожимает костлям и плечами, возвращается к работе. Какое бы решение ты ни принял, наши дела с тобой закончены. Душа мечется внутри гематитом. Как штельгар в клетке. По полю боя, не обращая внимания на лежащие под ногами тела, идет одинокая фигура. Из глаз мужчины исходит странный свет. Они смотрят прямо на раввину. Он касается и последние остатки жизни покидают тело женщины. Когда он снимает с ее шеи амулет, вы ощущаете запертую в нем душу. Бросив последний презрительный взгляд на лежащего Далтона, мужчина уходит. Далтон попросил разыскать тебя. От души исходит тепло. Оно наполняет ваш разум воспоминаниями о молодом мужчине, отважном и щедром. Но ярость и отчаяние отгоняют эти образы. И вот уже на вас падают холодные, алые стены. И вы ощущаете, как что-то отвратительное подпитывается вами, пока года становятся десятилетиями. Чего ты хочешь? Видите, как амулет разбивается и томившаяся внутри душа взмывает. Выси рассеивается среди звезд. Так, что за амуль? Разбился? Все с концами? А, он в кустовых вещах, говорят. Воля плюс пять. Этот сияющий гематитовый амулет окружает странные ауры. Держа драгоценный камень, вы это слышите женский голос. Понятно. Ну, начинаете мочить козлов. Минус. Стяжка пошла. Жесть какая. Ну, хорошо. Ладно. Этого некроманта гадкого убили. У него были... Ну, есть заклинания, так скажем. Стандартные. Поехали. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Кстати, все еще ловушка, я не могу обезвредить. Скиллыки не хватает. Скиллыки не хватает. Ну, с другой стороны, они тоже сами виноваты. Чего на некроманта-то лезть? В поисках приключений. Это такое дело. Так, у нас есть три точки по основному квесту. Есть... А, вот, давайте из адона попробуем. Арсенал Дургана. Сейчас вернемся, в общем, домой. Разбить амулету, спадить душу. Так пусть решает этот... Да... Как его там... Дан Лок или Даглон. Что делать. Вдруг он может ее слышать. Показать амулет. Я-то его нашел. Это от Хеллига. Он заключил ее туда душу. Нет, умоляю, я ее так долго искал. Он смотрит на амулет. Она будет рядом, будет приходить ко мне во сне. Больше его мне не нужно. Тебе, может, и не надо, а ей, если будешь держать в этом амулете ради собственного спокойствия, ты ничем не лучше того волшебника, который заточил его в нем. Ты прав. Позволь, я сам. Дрожащий рукой он достает дубинку, разбивает амулет. Вот чувствуете, как дух покидает расколотый драгоценный камень. Старик смотрит на разбитый драгоценный камень. Спасибо, что разъяснил мне причину. Может, она будет ждать меня в следующей жизни. Она обращает взгляд на дрожащие руки. Клянусь, пламенем ждать ей недолго. Вот, возьми. Он протягивает вам дубинку. Она прошла со мной все мои приключения в молодости. Думаю, наконец, пора позабыть о них. Дубинка. 13-18 дробящий урон. Хорошее качество, соответственно. Урон по лежачим на земле. Оглушенным противникам 20%. Скорость атаки высокая. У меня нет... Нет замены пока шпаги, потому что... Там и точность нужна, и завязывание большего количества. Да, жалко, конечно. Абойлер поддержал ваш канал на сумму 10 тысяч рублей. Вот сижу на Гудгеме с ноября прошлого года и понимаю, какой ты все-таки молодец. Сыстримы у тебя душевные, развивай и развивайся. 10к. Давно таких донатов больших не было. Спасибо большое. Надо будет купить жене шубу. Круто. Сейчас расплачусь. Не, ну как бы редко, но... Так, я хотел в Кайт Нуа вернуться для того, чтобы... Это все пиларсы, говорит Дизстайл. Пиларсы вообще какие-то необычные. С одной стороны, долгие на любителя. С другой стороны, любителей много. Это за освобождение души. Последователь покидает почему-то наш... Стоп, 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 стоп. Ивенты, во-первых. Посыльник с дворца, влиятельный посетитель. Вот мы сейчас к нему. Зам... На один рукав хватит. Да. Проверим инвентарь на предмет колец. Инвентарь на предмет колец. Колец нифига нет. А, мне же нужно к этому... У наемника плащик забрать, правильно? Я же могу его забрать здесь. Сейчас. А где плащ-то? Валера, где плащ? А, в сокровищницу идет. А где он? А, в главном зале в сундуке. Блин, Валера чуть меня не это самое, не подвел. В главный зал ложится. Кладется. Ложится. Пропил, Валера, твой плащ. Ну, там просто... Плащик хороший. Для танка прям... Так, сообщение из герцогского дворца. Это как раз... Не вижу сундука. Все еще мерцает это уведомление о саппорте. Еще раз спасибо. Нету сундука. Справа, говорят. Видимо, в комнате. Да. Справа за торговцем. Справа. Справа от Рона. Справа. Ребята, я не все прочитал в чате. Где? Просто 7 сообщений это слишком мало. Молодцы, дуб. Опачки. Доезжешь. Я все возьму. Так. Во-первых. Получаемое лечение, конечно, хорошо. Но лучше, чтобы... Да, вот так. Ой, хорошо. Я, наверное, стойку возьму получаемое лечение. Хорошо. Сюда же, кстати, будут травы прочелутать те некоторые задания. Понятно. Общаемся. Посыльный из дворца. Прошу прощения за вторжение, милорд. Судья Варин требует срочно встретиться с ним в смолиной бочке в Брэкбри. Я только оттуда пришел. Почему он хочет встретиться? Возможно, судья хочет провести неофициальный урон. Иногда так бывает. Дело снова в Каид Нуа. Я не знаю, прошу прощения, я гонец. Напомню, кто такой Варин. Занимается правовыми... Да я помню. Господи, я приходил... Вернулся в Каид Нуа только для того, чтобы... Встретить там гонца. Который скажет, что мне надо назад идти. Можно попробовать сейчас зайти к кузнецу. Кузнецу, кузнецу. Привал сделаем. Аниманси seems to be the topic of the hour. Опа. Кажется, аниманси сейчас самая обсуждаемая тема. Ты с душами плотнее общаешься, чем я. Что думаешь? А, там с троном еще поговорить надо. Ученый, философ, все мимо. Я думаю, тот факт, что в наших руках содержится такая сила, это потрясающе. Полностью согласен. Душевные увечья, которые можно вылечить, словно сломанную конечность. Кто знает, возможно, мы свидетели рассвета золотой эры. Но давай разберемся с тем временем, в котором мы сейчас живем. Показывай путь, друг мой. Просто разрабам нужно было скрипт на НПС запустить, чего непонятно. Да, да. Чтобы, типа, стартанула веточка квеста. Ну что, здравствуй, трон. Милорд. Милорд, вы получили letter. Делали с какой-то урженцией, как это происходит. Далекий путь проделал это письмо. Люди, как ты, приходят несколько и далеко между. И в этом случае, я думаю, что Ренингилда правильна в предметах, что ваши опыты здесь могут дать вам уровень. Важно, что она способна получить доступ к батаре Дургану. И она дает вам очень приятно, кому-то, кто может встать. Приятно, что она говорит, что приятно в батаре. Это приятно приятно. Приятно, что это приятно. Арсенал Дурган и, иными словами, источник дурганской стали. Те же самые крепости уже годами пытаются проникнуть в самые разные личности. Старик поддения арсенала. Арсенал окружает много легенд. По рассказам Эрла, гномы поссорились между собой, каждый из них хотел использовать арсенал в собственных целях. Звучит, как место, где много полезного лута лежит. Ах, арсенал погубили жадность и жестокость. А теперь духи тех самых гномов бродят по залам. Изи! Что бы тогда ни случилось, с тех пор арсенал оставался неприступным. Жаль, не сомневаюсь, что в его залах остались великие сокровища. Я действительно люблю большие богатства. Только подумай, величайший из твердинь гномов. Твердинь, твердинь. Мы сможем исследовать. Должна упомянуть, что среди тех, кто, судя по слухам, ответил на призыв Ренингильды, есть определенная группа, которая должна вас интересовать, если не ошибаюсь. Кто? Последователи Вэйдики, я намереваю, так они же все мертвые. Ох, не, ну мы только одну ячейку убили просто. Что за вопрос? Группа наемников, замеченная северо-запад, собираются захватить башню Консилота. Не думаю, что верховный Макс... О, маг, Консилот, один из величайших волшебников нашего поколения. Алдрошит, волнуется, колеблясь между беспокойством и возбуждением. Изи, Изи, Аллот. Изи, Аллот. Похоже, он не может найти нужных слов. Носители Руаного знамени смертельно опасной силы, а Консилот лично отправил множество путников на тот свет. Я бы не рекомендовал приближаться к этому региону. Изи, если вы собираетесь отправиться к Белым... Я не сомневаюсь в вашей отваге, милорд, но один Консилот обладает силой, которая на порядок превышает силы всех противников, с кем вы встречались до сих пор. Со временем, возможно, вы достигнете его уровня. Да Изи. Куда идти? Прославленный верховный маг. Насколько я понимаю, лечебница Брэкбори проявляет большой интерес к его работам по манипуляции душами, его заклинания получили широкое распространение. Но во многих кругах он заработал дурную репутацию, некоторые называют его безумцем, безумцем, а также злым и диким. Управляющий делать паузу. Должно быть, сейчас он уже очень стар. Возможно, поэтому носители считают, что могут его одолеть. Изи, куда идти? Спасибо. Арсенал Дурган. Хочу в Арсенал, во-первых. Арсенал. Отправиться в Сталвард. Жители Сталвард попросили меня скрыть заброшенную гномью крепость под названием... Фух. Мэби к магу ходишь, там явно топлуют бухты с аквы. Часик уверен, что тебе надо к магу, а то челленджи маловато. К магу, да? Я думаю, что у нас человек... К магу или бунт. Гибсон, ты в одном шаге от бана вообще находишься сейчас? Бунтарь. Не ходи ни за что никогда, ни в коем случае нет. Звучит, как стоит сходить. Да-да-да. Так, где этот стоу... Стоу-стоу. Так. Уайт Марш. Утесы Крэ... Может сюда? Утесы появились. Уайт Марш. Стоу-стоу. Сталвард. Сталвард. Михаил, сталвард. Да нет, сталварда. Да-да, утесы. давайте утесу ладно есть это белый проход ясно эдончик завезли деревня stalwart да это тем кто приобрел эдон white marsh march white march вы отправляете stalwart вдали возвышается белый переход простираясь на север и юг до самого горизонта он манит вас вершинами похожими на поломанные пальцы дорога постепенно сужается до истрепанной ленты тень от гор накрывает ваш путь вы едва успеваете приступить к подъему когда с темнеющего неба начинает сыпать град а земля под ногами превращается в лед вы упорно продолжаете свой путь василин колец сейчас пойдем через гноме эти ходы воздух становится разряженным ветер с ревом врывается из кованых горных ущелья из-за метели вам приходится на три дня разбить лагерь и ждать тесно сбившись вместе а сугробы вокруг вашей убежище становятся все выше наконец погода проясняется и вы приближаетесь к сталварту радуясь чистому голубому небу со стороны деревни доносится шум высокий и резкий поначалу похожий на свист снежной бури но когда вы заканчиваете подъем и доходите до деревянных ворот поселка вашему взору открывается истинная картина ой-ой-ой это дарзир ребята тут бах минус один короче путешествие заняет две недели но соломар успешно доставляет своих рабов орланов орланов отлично как-то выжил этот товарищ тут выполнено да выполнено надо строить еще что-то западный заслон южный заслон давай дефенс дефенс помогаем помогаем ребята скалистый огр что же делать паралич визейшая темнейшая работаем там канонир паралич 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 изейшая просто изейшая а это пошаговая игра, да? я что-то не заметил так что у нас тут? кровь огра и новая музыка гематит кровавик какой-то ребята гномы я защищу вас ради лута я готов на все ну так полутаем аккуратненько вот и с магом было бы так иди к нему осторожно они у рыбной фермы зимний волк лютоволки поперли ребята поперли что же что же сделать стягивай их бобер стягивай пошла вороночка пошло поехало паралич тяни тяни барсуков тяни да вот так все да изи вообще нет никаких проблем бах волка 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 позорного мочим минус скалистого ограб оглушаем парализуем уничтожаем как и вовремя сюда пришел позже бы пришел вообще было бы изи снизу еще один вот это да они не пробивают они не пробивают нифига норм норм лутаем лутаем цветочки собираем так рыбная ферма говорят сейчас сейчас тебе дарзир объяснит что такое изи какой такой дарзир спойлер этому господину в смысле фиву этому господину за спойлер опасные опасные ребятам изменить немножко денег какие-то огры ну слабенькие прямо скажем так волк одинокий опа он дышит еще здесь же здесь же собираем шкуру с волком о бочка 5 грибов для крафта еще один огр у них резисты внезапно к холоду опа сейчас позиция что-то не очень опа вот это да они плохо кстати бьют ой так стоп стоп раз давай двас трис парализован этот так заряжает гаг но перебивают и параличный 17 секунд опять же так как он стреляет он парализован другое дело другое дело другое дело я там полежал я там полежал я там полежал опа много народу очень много народу воевода дарзир это вот он мне сейчас покажет ребят фы вы там выдали товарищу что мне что мне нужно мне нужен контроль мне нужен огонь контроль у меня не будет огонь у меня будет что можно сделать в плане паучки а этих я не могу да уже так у них воля хорошая кстати скалистый огур скалистый огур певчий тащить у него я не могу заклинание так ладно давай-ка помедленнее тогда кони так фаербол хорошо заходит там толпень просто огур толпень еще фаербол раэр раны давай здесь нужно классные бафы дебафы кидать певчего конечно хочется забрать да наверное надо так паралич 18 секунд выстрелим разок так стойк ты меня пугаешь вот так делаем прям с местом не нельзя пить лучше лучше зелье вот такое возьмем да паербол полетел второй хорошо давай третий лёгкое лёгкое тяжелое лёгкое лёгкое раз он с лёгким ранением нужно больше больше танков канониров бы еще ну канониров ну как я канониров возьму так ты бутылочку пропил молодец бобер выцеливается ты скастовалась да скастовал нужно что-нибудь огненное и ауеш не огненное у меня только точечное есть ауешное огненное это вот оно сияющее маяк хорошо бы зашел сейчас но раз нет нужно делать бафы на своих захватили одного огра раз этого не трогаем давай попробуем сразу причем так хорошим кукловодом босса воеводу за заберем заберем там волки бес бес тесно и певчего захватим все воевода за нас кто там говорил 24 секунды он будет плясать под нашу дудку парам парам пам изейше изейше и темнейше так кто у нас там парализован давай ты стреляй нужно сосредоточенность взять ты бей лучше волка лучше его сбей с ног ты просто атакуешь потому что ну бас на самом деле нужно на самом деле можно запустить как-нибудь вот так вот ох сбивают с ног так этот падает бобер к сожалению не алё 42 давай по волку позорным убьём он пока сбит может быть успеем 4 секунды ещё о нормально дарзир главное нашиманов не переключи да 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 главное не упрощать себе жизнь ни в коем случае давай ещё благословение сделаем ой канониры там лупит надо отстреливать дальних давай в так бобром наверное тоже так всё сейчас мы с дарзиром канониров завалим бах 62 хорош даже не знаю как тут его давай трупы взорвем ладно почти хорошо этот почти мертв а сбей его с ног хорош минус нули ещё 62 ой так ты поэтому стреляй певчик пусть вызовет скелетов чтобы они босса подержали некоторое время на себе надо отстрелить канониров всё-таки 98 сосредоточенности да ладно ух ух я даже не знаю можно сделать воспламенение души потому что огонь чётенький но этого резист клёвым а вот по дальнему можно добить этого упыря конечно конечно же конечно же воспламенение воспламенение работает и он кстати может даже и не выдержать тут парализацию делаем скелет пошёл наверх и паралит 4 секунды раз обновляем воспламенение всё ещё работает 4 секунды тяжёлое ранение не хватит мне кажется воеводы ему покажут что он мне покажет скажите что он вам показывал чего мне не показывает так минус нулим паралич один да он плотный можно кстати меточку было ставить или я метку не взял я метку не взял ну бас не обновился паралич к сожалению удары хорошие увесистые такие знаете можно стойком кстати добить было вот так вот огненным уроном влепить ему 30-40 будет 50 кажется где там стойк стойк используют а он не успел не успел к сожалению ну чего этого фограф всех замочили и тут катсцена оооо дадир погибла а это девочка была отступаем кто такой крестьянин ты ты тот за кем послала рен рен гильда она хочет поговорить с тобой ее дом прямо по дороге возле привала грейва посыльник тяжело дышит отгоняя пар от лица значительное положительное отношение опа у нас тут грейд что будет нанести 200 урона потом 300 полторы тысячи это грейдится скипетр чистый урон противнику а как а как есть алутецкий да сейчас возьмем конечно новая пассивка к свекти петру добавилась ты не заметил пассивка шанс использовать заклинание доминированием при попадании или критическом попадании угу о колечко доминирование и решительность плюс 3 так и это начало white марша да какого-то из хорошо на этой радостной ноте мы заканчиваем с вами трансляцию завтра вечерком встретимся не знаю что будет наверное нужно ну может быть продолжение в общем-то пилоса хорошего хорошего вечера до завтра до оно вечером вечерком до